Глава 1 Введение, ну и параграф 1, естественно, то, о чём я говорил, это основные понятия курса, основные понятия. Видно так по крупности? Основные понятия, не продолжая, основные понятия курса, то, что будет у нас. Ну что там у нас? Ну простые, начнём с простого, мы начнём, вот основные понятия, понятия дифференциального уравнения. Уравнение. Ну, значит, вы, конечно, это хорошо представляете, и, кстати, вы с какими-то классами, несмотря на то, что вы ещё не изучали теорию, с простыми дифференциальными уравнениями вы ещё в школе знакомились. Ну, уравнение движения, да? Вот тебе дифференциальное уравнение простейшее. И там есть варианты его усложнения. Так вот, определение. Ну, давайте я определение не буду номеровать. Я номерацию буду применять только тогда, когда я точно помню, что к ней нужно будет вернуться, ссылку сделать. Ну, так обычно делается. То есть заранее не буду номеровать. И чаще их формула. Определения я не буду, потому что определения я не буду на них ссылаться. Ну, если понадобится, ну, иногда я буду говорить, что там вот тут-то формула вы отметите таким-то номером, чтобы уже доску не гонять туда-сюда, вдруг остановиться. Итак, определение, ну, дифференциальное уравнение. Значит, определение, да? Определение дифференциальным уравнением называется уравнение, в котором неизвестная функция, что она уходит под знак производной, так или иначе. в котором неизвестная функция, вот искомая, неизвестная функция, входит под знак производной. Под знак производной. Конечно, здесь тоже может быть этого недостаточно, потому что, ну, Антон Георгиевич, наверное, сказал, об этом мы почти не говорим, что есть важнейший класс сейчас, так называемых, более сложных моделей, ну, это уже в развитии вы будете где-то на каких-то кафедрах, и сталкиваясь с необходимостью их изучать, это модели, описываемые интегро-дифференциальными уравнениями. Есть комбинация, и неизвестно, входит и под знак интеграла, и под производную, и так далее. То есть это более сложные. Итак, значит, вот это дифференциальное уравнение. Теперь, ну, продолжим, чтобы потом новое определение писать. Если неизвестная функция, вот то, что мы ищем, функция одной переменной, одной переменной, функция одной переменной, ну, дальше я пропускаю для краткости, что это будет означать то, что я пропускаю. Уравнение называется, это ОДУ, обыкновенное дифференциальное уравнение. Это то, чему будет посвящена основная часть нашего курса лекции. ОДУ, продолжаю в определении, набор не буду доробить. Так теперь, вот если, смотрите, иногда применяется, иногда не применяется терминология. Вот если я говорю скалярное уравнение, как вы понимаете, что такое скалярное уравнение? Скалярное произведение вы еще все помните, а скалярное уравнение, наверное, тоже. Вот скалярное уравнение, что это такое? Куда скаляр входят, что ли? Нет, ну все-таки, ну громче кто-нибудь. Скалярное уравнение. Ну, значит, что есть? Какие тут уравнения? Есть система, есть одно уравнение. Нет, это фактически функция скалярная, в нём участвовать. Ну, сейчас давайте я напишу. Скалярная, вот этой терминологией буду пользоваться, и не обязательно буду писать в виде значков. Скалярное уравнение. Ну, давайте я приведу пример. Скалярное уравнение. Сразу же скалярное уравнение. y' равняется f от xy. Пока не буду говорить, я потом аккуратнее, когда буду говорить о решениях, скажу что-то о правой части. И пока только скажу о том, как мы понимаем скалярное уравнение. Скалярное уравнение. Ну, чтобы потом как-то мне не пояснять каждый раз. Это когда вот y, кстати, там может промежуток какой-то пишут, так, y, оно такое, y действует или отображает из функции одной переменной, из r1 в r1. r1, там можно здесь конкретизацию и какую-то область отображает, это не обязательно. Когда хотят обозначить, что это скалярное уравнение, вот так пишут, отображает в r1. Ну, а здесь очевидно, что f, что она делает? Что f делает, если вот так с помощью значков писать? Не всегда будет. В r2 в r1, да? r2 в r1, всё просто. И не буду я каждый раз это писать, буду говорить, скалярное уравнение, всё это же остановились, да? Значит, такая, что r2 в r1. Это скалярное уравнение. Теперь, если y или зависит от контекста, буду обозначать y стрелочкой, вектор, тогда что мы имеем? y штрих равняется f от x, y, система, в данном случае это уже система, 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 и что она делает? Значит, y в данном случае отображает, опять на этом же языке, система, понятно, что здесь. Я должен написать y1 и так далее, yn, здесь f1, fn, здесь y1, yn, но если коротко подчеркнуть, что это у нас система, значит, y откуда-куда, если всё-таки поиграть немножко в мехматовские игры, да, ну что? Из r1 в r1? Из r1 в r1. Ну, куда она, а, нет, сейчас ещё раз. Значит, сама она, r1, конечно, в r1, r1, конечно, берёт, это я уже говорил, значит, это кто-то там сказал, конечно, берёт, что она, на множестве x, если говорить о БДУ, множество x, которое принадлежит r1, отображает в вектор, правильно, совершенно верно, r1 в rn, а с f что здесь надо написать? Да, ну вот если писать, так f у нас из rn плюс 1, здесь x и n переменных y в rn, вот и всё, да. Ну, в общем, всё это просто. Значит, я говорю, если говорю, что система, вы понимаете, иногда я буду расписывать из каких-то соображений, иногда нет. Итак, это про ОДУ. Теперь, ну, вообще говоря, общий вид, вещи тривиальные, я говорю, общий вид дифференциального уравнения, общий. Значит, общий вид дифференциального уравнения, вид, ну, давайте ОДУ. ОДУ, он какой? Общий вид ОДУ. Ну, можно написать, что какая-то функция f от x, x переменная пространственная, и дальше идёт неизвестная. Ну, давайте так, y, y штрих, ну, может быть, ограничено только y штрих, а может быть, и продолжено, и так далее, и так далее. y, n-ная производная, равняется нулю. Это дифференциальное уравнение, я пока не буду говорить по порядку, это тоже тривиально, я хочу сказать, что это вообще в таком виде записано, это уравнение, неразрешённое относительно старшей производной. Значит, уравнение неразрешённое относительно старшей производной. Ну, можно записать любое так, и тривиально разрешить. Вообще, значит, уравнениями неразрешёнными относительно старшей производной мы будем заниматься, мы будем, вы будете заниматься, я не буду заниматься, вы будете заниматься в основном только на семинарах. Ну, значит, на чём, ну, тут те, кто неплохо занимался математическим анализом, ну, догадывается, на основании какой теории должна вот эта теория развиваться, о уравнении неразрешённых относительно производной. На основании какой? Ну, конечно, конечно, дальше в теории неявных функций, фактически позволяющие разрешить неявно относительно старшей производной, а потом применяется та теория, о которой мы будем говорить в дальнейшем в нашем курсе. Итак, ну, что здесь ещё определение можно дать? Ну, если разрешённое, давайте так напишем. у н равняется какое-то тоже f, другое, вот х, у, у, штрих и так далее, у н минус 1, ну, это уравнение разрешённое относительно старшей производной, я не пишу, совершенно понятно после этого. и это, вообще говоря, нелинейное дифференциальное уравнение ОДУ н-го порядка. Значит, ну, что я старшая производная? Теперь я всё-таки определение это введу. Определение. Порядком. Будут у вас на этих тестах, и такие тривиальные вопросы вам задавать, вы будете легко на них отвечать, там первое, по-моему, тестирование такое тривиальное, я уже даже думаю, что можно было убрать его. По порядкам ОДУ называется порядок старшепроизводной. Старшепроизводной. Ну, ясно, что вот те уравнения, которые я написал, вверху это уравнение у меня скалярное или векторное первого порядка, а вот эти два уравнения, это уравнение n-го порядка, одно из них разрешённое относительно старшепроизводной, второе неразрешённое. Ну, теперь определение, ну что, об этом будем говорить совсем мало, я потом скажу, о чём мы будем говорить в этом разделе. Определение. Дифференциальное уравнение относительно, ну, называемого, если входит, производная, относительно функции многих переменных. переменных. Называется, как вы думаете, или уже слышали, ну, смелее, уравнением частных производных, или уравнением с частными производными, или уравнением в частных производных, я привык называть в частных производных, ну, так это, может быть, и, ну, это привычное звучание. Уравнение в частных производных. Ну, чтобы всё-таки, причём методы исследования тех классов уравнений в частных производных, которыми вы будете заниматься в следующем семестре, основаны на теории линейных ОДУ фактически. Там метод разделения переменных, ну, не тот, что мы будем применять, и не тот, что вы уже на семинарах применяли, а для уравнений в частных производных. Так что это весьма полезно. Ну, я тогда всё-таки, вы, наверняка, даже знаете, вот примеры я приведу всё-таки, чтобы вы, так сказать, вашу математическую грамотность так, ну, восполнить какие-то пробелы, то, что вы уже сталкивались с таким уравнением, а вдруг не помните, как они называются. Вот первое. Вот такое уравнение. Дельта У равняется нулю. Дельта У равняется нулю. Как называется ещё? Сейчас я ещё другие приведу. Лаплас, конечно. Дельта У равняется нулю. Здесь понятно, что такое дельта? Дельта Лапласиан, да? Ну, например, в переменных, если двумерный случай, то это Д2 по ДХ дважды, Д2У по ДХ дважды, ну, оператор Д2 по ДХ дважды плюс Д2 по ДУ дважды. Ну, и если больше переменных, N штук, ну, вот оператор понятно, как устроен. Значит, уравнение Лапласа. Ну, вот есть, конечно, Пуассона вы тоже знаете, потому что электричеством занимались, да? Уже. Значит, Пуассон чем отличается? Что? Неоднородность появляется, да, в правой части. Ну, уравняется, там я не буду говорить, как вы там пишете, там это уже в конкретных задачах, но какая-то F от X, А, в данном случае я пишу X, X, R, N, да, N, компонент, здесь оператор Лапласа, и какая-то функция N переменных. Это уравнение Пуассона. Ну, что тут еще какие-то? Кстати, вот это уравнение какого порядка относительно нашей терминологии? Уравнение второго порядка, потому что старшая производная, производная, частная производная второго порядка, то есть по X и по Y, здесь симметрия есть. Третье, третье это у нас, ну, давайте, уравнение теплопроводности, теплоперенос. Так, кто подскажет? Значит, это уравнение какого типа? Ну, вы еще так с типами, потому что я все-таки сейчас подскажу. Во-первых, это уравнение параболическое. Наперед, чтобы полезно вам знать. Значит, Dу по Dt равно, ну, давайте здесь коэффициент, может быть переменный, может быть постоянный, но положительный. А2, D2, U по DX дважды. Я пишу одномерное уравнение. Ну, и плюс, например, функция источника. Не буду пока области писать. Это уравнение, ну, вот вы правильно сказали уже, кто там сказал, уравнение теплопроводности, да? Ну, опять же здесь я хочу сказать, вот уравнение в частных производных, да, это и в ДУ то же самое. Уравнения фактически одинаковые служат для описания самых различных процессов. для переноса тепла, массы, для... в химической кинетике при определенных условиях описывают реакции, в моделях экологии на кафедре биофизики, с которой мы тесно взаимодействуем. Такие уравнения, ну, более сложные, там еще какие-то источники нелинейные и так далее. Так что вот эти уравнения, ну, вам предстоит в каком-то простом варианте в следующем семестре, а специализироваться уже будете на кафедрах, там появятся сложные модели, которые вам придется изучать уже дополнительно, используя различного рода литературу. Значит, уравнение теплопроводности. Ну, и что к четвертому? Это значит уравнение, видите, здесь первая производная по времени, вторая производная по пространству и одномерное уравнение по пространству, да, одномерное. Значит, решение у нас у, это скалярная функция, которая отображает, что R2 в R1, да, скалярная, я пишу скалярная. Кстати, можно писать системы тоже. Системы выглядят примерно так, могут быть компонентно расписаны и так далее. Ну, и четвертое, четвертое, ну, что там, волновое уравнение не написать нельзя. Значит, D2U по DT дважды равняется A квадрат, D2U по DX дважды, я не пишу источник. Значит, волновое уравнение, ну, и опять его можно в разных контекстах называть по-разному, потому что там оно описывает что-то. Волновое уравнение, значит, опять тут, ну, тут очевидно, что это уравнение второго порядка, а источника нет. Если нет источника, то есть неоднородности, ну, его называют однородным уравнением. Да, так вот такая терминология. Я просто напоминаю, это вы почти все знаете. Ну, и на этом я, пожалуй, остановлюсь в перечислении уравнений в частных производных. Единственное, скажу, или, может быть, все-таки, давайте, скажу, закончу это пятым. Пятым. Вот уравнение в частных производных первого порядка. Ну, давайте так. а1 от x, y, du по dx плюс а2 от x, y, du по dy, ну, и пусть и неоднородное, f от x, y, это, ну, в самом деле, уравнение, если начнем с чего, это уравнение в частных производных первого порядка. Вот это то, чем вы будете заниматься, ну, близко, почти в заключительной части нашего курса лекции. Почему? Потому что теория вот таких уравнений, ну, просто основана фактически на ОДУ примыкает тесно, поэтому этот раздел попадает в наш курс лекции. Очень интересный, полезный, и тут очень много интересных эффектов связано с этим уравнением, как упрощенным уравнением в каких-то случаях. Ну, например, вот мы чем-то похожим, ну, конечно, более сложные уравнения, там есть хитрости. Последнее время, ну, я лично, например, занимались с акустиками, кафтой акустики. Кто-то планирует на кафтой акустики? Пока нет. А вам сейчас надо же будет писать, как его, курсовые, да? Никто на кафте акустики не пишет курсовую? Никто. А на кафте математики? И на кафте математики? Кто же вы тогда по склонности? Надо подумать тогда. В зависимости от того, как-нибудь я более подробно узнаю ваше предпочтение, и тогда просто буду подстраивать, но всем что-то более интересно, может быть, массово интересно. Интересно. Либо пока не выбрали. Значит, ну, вот такие уравнения. Вот мы с известным, ну, выдающимся нашим физиком, работающим на кафте акустики, заведующим к кафте акустики, Олег Владимирович Руденко с задачами волновыми, где вот эти задачи входят как элементы задач, с обострениями, разрушениями решений, ну, это связано с медицинской акустикой, ну, и понятное еще приложение. Пока не буду об этом говорить подробно, но все кучи есть. Теперь продолжаю определение. Еще есть у меня несколько минут в этой в разделе определение. ну, вот такое, нормальная система ОДУ, нормальная система ОДУ. Ну, это не значит, нормально есть, а ненормальных нету. Нет, ну, как бы вообще есть, но в терминологии нет ненормальной системы. Значит, нормальная вот сразу система ее называют. Система ОДУ. Значит, это векторная система уравнений первого порядка. Ну, так её принято называть. Значит, y1' равняется f1 от x, y1 и так далее, yn и так далее, yn' равняется fn от x, y1 и так далее, yn. То есть это система дифференциальных уравнений, векторная система первого порядка. Вот называют её нормальной, потому что если сталкиваетесь где-то сразу, говорят, что нормальная, значит, понимаете такую. Ну, сразу же добавлю терминологию, важную терминологию, потому что во всех михматовских курсах в основном работают именно с этими классами задач, которые это сводится с путём повышения порядка. Значит, автономная система. Автономная система. Ну, кто сталкивается так или иначе, в практикумах и так далее, уравнение называлось автономным. Ну, автономная система, автономное векторное уравнение, автономное скалярное уравнение. Что там не должно быть? Ну, например, зависимости от времени. Здесь независимости от... Я даже не говорю, что такое x. Хотите назвать её пространство переменной, если мы запишем это в производной поте от времени. Значит, автономная, ну, конечно, ближе, такая физическая терминология, то это система, не зависящая от времени, когда есть там время и искомые функции, да, то система f и t, я не буду говорить, что это такое, x, f и t не зависят от x. Это автономная система. Значит, автономная система, важнейший класс дифференциальных уравнений, более просто исследуемый, чем неавтономная система, и ещё раз говорю, что это вот предмет, которому много внимания уделяется в мехматовских учебниках, ну, к коим относится, например, пантрягинский учебник, да? Пункт второй у нас решение. Решение ОДУ. Итак, речь будет вестись везде о классическом решении. Классическое решение. Классическое решение, ну, понимаете, очень просто, как обычно. Вот у вас есть какая-то функция, а сейчас я это аккуратно сформулирую, до какого-то вида, а потом понятно будет, как перенести на более общий. Подставили и выполнили все операции, предписываемые уравнением. Всё вычислилось, и тем самым окончательно вы получили тождество, да? Ну, как обычно, уравнение. Подставили, обратилось верное равенство, либо тождество. Это называют классическим решением. Для этого так, пока не фиксируя, а лишь на описательном уровне, из какого класса должно быть вот это решение. Вот давайте так. Возьмём, неважно, давайте начнём со скалярного уравнения. y' равняется f от xy. Пока ничего не... Речь идёт о решении. Пока. Из какого класса должно быть y от x? Ну, на некотором... Ну да, должно быть непрерывно дифференцированным. Значит, принадлежать c1 на каком-то по x альфа, скажем, бета. Хотя альфа-бета я потом... Ой, альфа-занимаем. Ну, неважно, здесь мы обозначаем, можем менять. Альфа-бета. Отрезку. Ну, в частности, это может быть интервал, может быть отрезок, хотя я тут написал интервал. Это может быть полубесконечная прямая, бесконечная прямая. Вот на некотором множестве. Она должна быть... То есть подставили, это выполнили, сюда подставили. Это непрерывно, это должно быть непрерывно. От непрерывной функции должна быть по меньшей мере непрерывная функция. Значит, так мы понимаем решение. Ну давайте сейчас всё-таки, хотя вот такая интересная штука, целые полемики, а что такое общее решение, сейчас попытаюсь сформулировать, о том, что такое общее решение, на мехмате бьются до сих пор и не могут точно сказать. Ну а мы понимаем, что это такое, не формализуя. Итак, значит, как это нужно понимать? Во-первых, что вот здесь я промежуток не могу ничего предписывать, а в принципе нужно что-то предписывать. Если вы жёстко предписали промежуток в постановке задачи, то это не локальная постановка задачи, и такая нас наибольше всего интересует, такая постановка задачи, потому что вы хотите, чтобы какая-то дифференциальная модель описала явление по пространству, либо по времени, ещё лучше, если вы по времени наблюдаете. Хотите описание? Кстати, вы хотите, чтобы она подходила нам на каком-то промежутке времени наблюдения? Значит, это должна быть не локальная постановка, а промежуток предписан. Обычная вот мехматовская постановка, и это чаще у нас, вот такая, потому что мы связываем всё-таки, хотим связаться с предложениями. Ну как мозги у нас устроены? Мы 85 лет работаем в этом направлении, так что долго уже. Значит, итак, значит, а мехмат, вот надо выпустить решение, потом я назову терминологию, введу, в самом деле, интегральная кривая, потом скажу это аккуратнее, выпускается, куда прошла, туда прошла. Вот, ну, должна быть функция. Значит, вот, это разно, но всё-таки мы давайте сейчас будем предписывать. Вот, вот это y от x, y от x, вот такая из c1, ну, вот это будет предназначенное решение. Теперь всё-таки, я обещал аккуратнее чуть-чуть, так вот аккуратнее, что мы должны что-то сказать про эту функцию. Значит, f от x, y определена в области, скажем, g большое от x, y, части, я говорю о скалярном уравнении, значит, это должна быть правая часть, это R2, да, часть R2, в области заданных части R2. Итак, значит, y от x, вот такая у нас функция. Теперь определение. y от x, здесь пока не говорю, я говорю о том, что это решение, что такое решение, не говорю о том, что это общее решение, просто-просто решение. y от x, решение, номерочек присвойте, там 1, вот уравнение самого 1, вот так 1, вот в скобочках, как ссылочку, потому что я туда назад нельзя, не возвращается доска, там заклеена, видать, замыкаешь, я не знаю, похоже. Итак, решение 1, если при, ну что нужно, что первое, что вот это, вот мы хотим y от x было решением на этом промежутке, на альфа-бета, да, понимаете, о чём я говорю сейчас, на альфа-бета, при, если при x, принадлежащем альфа-бета, ну, иногда говорят так, график, я не буду говорить график, значит, набор точек получается. У нас точка x, y от x принадлежит g, ну, принадлежит g, да, попадает, не выскакивает из этой области, потому что вне этой области мы ничего не знаем, поэтому вдруг это что-то выскочило, там вообще ничего нет, вот мы получили какую-то функцию, взяли, что-то там сделали, это не годится. Это первое, давайте даже разделим, первое, ну, давайте так, первое, первое, оно должно быть, но этого мало, а теперь тоже важно, ну, то, что не работает и без первого тоже не работает. Второе, что y' равняется, ну, y' от x, это уже конкретная функция, y уже там было, то, что у нас зато, равняется f от x, y от x, ну, x, давайте подчеркнем, еще прилежит альфа-бета, верное равенство. Значит, вот это обязательно нужно, где же, чтобы функция определена и где промежуток. Теперь, теперь, теперь все-таки, ну, что такое решение? Ну, решение, вот такая функция, подставили, обратили не только это уравнение, ну, и любое из уравнений ОДУ, которое я писал, любого порядка, ну, если уравнение ОДУ порядка, разрешенное, неразрешенное, то y от x должно быть из цен, да, на некотором промежутке рассмотрения, где бы хотелось, чтобы это решение было. Ну, ясно, повышается порядок уравнения, повышается требование гладкости к решению, тут все тривиально. Значит, это, итак, речь идет, это, ну, дайте какие-то примеры, что ли. Значит, это решение, ну, вот давайте какие-то решения. Ну, или, или, или по-другому пойдем. А вот общее решение. Общее решение, продолжаю. Общее решение. Ну, что такое общее решение? Тут есть тонкости, кстати, там, я обратил внимание, вот вы будете читать, там в одном месте есть неточность, вот обратите. А, кстати, я хочу сказать, что вот если найдете какие-то неточности, вот в этом, в том, что там на сайте висит, оно уже редактировать сразу, так что там уже не надо. Теперь все-таки вернемся. Общее решение, это некоторый способ описания, совокупность всех решений. Совокупность, а как его описывать? Тут есть михматовские там штучки, они определяют. Это хитро очень. Ну, можно, конечно, договориться, что вот это мы исключаем, а вот это только рассматриваем. Совокупность всех решений. Тем или иным способом описываемое. Итак, ну, давайте вот, чтобы это были примеры. 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 Ну, что-то такое совсем простое. Первое. Y2' плюс Y равняется 0. Здесь какие решения? Вот вы миллион раз решали там в трубах, еще чего-то делали. Какие здесь решения? Ну, смелее. Ну, колебания-то, конечно, это можно так говорить. Ну, конкретно, как колебания, какими формулами. Значит, ну, что никто не решал такое уравнение. Придите домой, решите. Там кто-то уже решил, да? А тут еще пока не решили. Не зря я там начинал. Видать, я уже повлиял, они уже что-то изучили. Итак, Y1 равняется, ну, например, sinX. Y2 равняется 2 cosX. Это решение, либо частное решение. Конкретное решение – это решение, либо частное решение. Частное решение. Ну, и дальше, а если я напишу так, Y равняется C1 sinX плюс C2 cosX, то это зависящее… Вот, когда C будут пробегать, ну, будем говорить о действительных решениях, когда C и T пробегают действительную ось различные, принимая фиксированные значения, это, в самом деле, общее решение. Этим вы пользовались уже, общее решение. Вот этого конкретного уравнения. А откуда следует? Ну, вам это сказали на физике, что так, общее решение вы получили. Значит, этот факт нужно доказывать. Тут есть простые способы доказательства и более сложные способы. Ну, давайте я сейчас вот, если кто-то докажет, докажет. Сейчас докажет, не докажет. Пусть докажет. Итак, два. Возьмем Y' равняется AX. Здесь решение какое? Ну, здесь тоже это уравнение широко применяемое. С отрицательным A или K. Это, например, уравнение, как вы его называли где-то в ваших общих курсах по физике? Уравнение, например, радиоактивного распада при А отрицательном. Здесь решение какое? Какое решение в этом уравнении? Ну, чуть громче. Значит, какая-то константа. Значит, Y равняется константа С и... И E в степени АХ. E в степени АХ. И это все решения. Вот тут есть два способа доказательства этого факта. Значит, когда С пробегает всё множество значений, это общее решение, общее решение. А вот в скобочках... А попробуйте... Ой, слушайте, ой, спасибо, правильно, Y, конечно. Опечатка. Итак, двигаемся дальше. Теперь хотел сказать следующее. Что вот... Ну, так тоже сложилось исторически, что процесс определения решения ОДУ, именно ОДУ, про уровня частных производных так не говорят. Процесс определения решения ОДУ называется интегрированием. Да? Интегрированием. Для меня тоже как-то было... Ну, что сложилось, это там отцы-основатели так определили. И мы... Есть любители вводить собственные обозначения, ну, и в научных трудах вводят свои обозначения и думают, что вот они чем-то выиграли. Это, наоборот, отрывает возможность быстро понять, что делается, потому что введение новых обозначений ненужных. Прежде чем, потому что нужно разобраться в этих обозначениях, а потом двигаться. А тем самым, ну, не будем менять. Значит, процесс называется интегрированием. Значит, ну, теперь речь все-таки пойдет об определении общего решения. Определение следующее. Теперь я не говорю об этом уравнении. О любом ОДУ, ну, тут мы... Самое общее... О такой системе вообще говорить не будем. Система... Ну, хотя будем, в каком смысле? Нелинейных специальных уравнений не одного порядка, будем говорить о разрешенных относительно производных системе, будем говорить. Ну, не одного порядка, первого порядка, а так только о скалярном уравнении не одного порядка. Ну, это примерно можно для всех делать. Итак, определение. Уравнение... Вот что здесь определение. Значит, сейчас что я хочу сделать в этом определении? Дать определение общего интеграла или общего решения. Все-таки дать. Ну, не всегда оно работает, это определение. Вот если можно, то так. Значит, функция... Не функция даже, уравнение надо, уравнение. Иначе строчкой больше получится. Уравнение f от x, y, c равно нулю. Ну, здесь, может быть, это и вектор. y, может быть, и вектор. называется общим интегралом ОДУ в скобочках c-параметр или вектор параметров. Ну, как в нашем доверении второго порядка был c1, c2. Или вектор параметров. Вектор параметров. Вектор параметров. Называется общим интегралом, если содержит... Ну, фактически неявное задание, да? Содержит все решения ОДУ. Понятно, да? Вот есть решение, подставили, получили, да? При каком-то c. При каком-то c вы получаете обязательно... Ну, c, набор параметров, получаете. Общим интегралом. Значит, решения, получаемые, явно разрешаемые, например, да? Получаемые из этого уравнения. Ну, значит, у от x, это некая функция x и параметра c, или, ну, векторного c. это уравнение y равняется y от xc, называется общим решением. Значит, общим решением. Ну, значит, это не всегда так возможно. Вот у вас на семинарах будут так называемые специальные решения, я не хочу на это время тратить. Там часть можно записать вот так, а часть отпадает, надо другим образом описывать. Тогда вот такое представление, параметрическое представление решения. А есть какое-то еще там одно, два, три и так далее. Их нельзя таким образом описать. Это специальные решения. О специальных решениях я вообще говорить не буду там. Ну, на семинарах немножко скажут об этом. Значит, ну, тем самым нужно в общее решение брать вот что-то похожее на интеграл, уже нельзя его назвать общим, и добавлять то, что вы нашли еще каким-то... Ну, и показывать, что другого ничего нет, если хотите сказать, что это вы все получили в общее решение. Есть, конечно, серьезные математические задачи, где этим занимаются. Но это уже фактически наука, а не учебный план это. Ну, значит, теперь еще одно понятие. Опять отошло оно на задний план, а долгое время было тоже предметом серьезных исследований, серьезных специалистов, математиков. Это так называемый класс... Выделение класса уравнений, либо условия, когда уравнение считается проинтегрированным в квадратурах. В квадратурах. Итак, зафиксируйте себе. Это вот я так... Ну, где-то пользуюсь... Оно не то, чтобы самое важное, но все-таки полезно его знать. Значит, уравнение считается... Уравнение считается проинтегрированным в квадратурах, если входящий в его представление интеграл, а в скобочках, ну, чтобы интеграл, первообразное. Ну, вот оно, возможно, не выражен в элементарных функциях. Значит, уравнение считается проинтегрированным в квадратурах, если входящий в его представление интеграл, а в скобочках первообразное, там какие-то первообразные могут входить. Не выражен в элементарных функциях. Вот остановились, это в квадратурах. Если можно продвинуться дальше, будет в элементарных функциях. Но самое важное получить в квадратурах. Это фактически формула, с помощью которой вы уже можете работать. Ну, и выделение таких классов. Где-то я несколько примеров покажу проинтегрированных, важных классов уравнений, которые интегрируются в квадратурах. Ну, например, автономное уравнение, можете себе зафиксировать, вот это будет на экзамене точно. К такому классу уравнений относятся, например, уравнение движения с автономной правой частью. Уравнение движения, какое уравнение движения? Ну, простейшее. М, Д2, чего там, Х по ДТ дважды равняется Ф от Х, автономная правая часть, не зависит от времени. Тогда вот это уравнение интегрируется в квадратурах. Ну, не то, чтобы элементарно, но какой-то момент. Вот это я, пожалуй, немножко обсудим, потому что это всегда спрашивается и полезно знать. Есть? Да? Что уравнение, да? Считается проинтегрированных в квадратурах, если входящее его представление интеграл, скобочка, первообразная. А вот это, я сказал, уравнение движения, уравнение движения, простейшее уравнение движения, когда правая часть, ну, сила, не зависит от времени. m d2x по dt дважды равняется f от x. Вот такое простое уравнение. Оно интегрируется в квадратурах, хоть вот-таки формула там хитрая в общем случае, а потом оно нам понадобится, когда мы будем рассматривать на фазовой плоскости исследовать поведение решений. Потому что иногда явный вид, и даже вид уравнений, проинтегрированных в квадратурах, ну, не дает много. Так, чтобы я еще тут должен был бы вам сообщить, ну, давайте здесь, ну, вот здесь полезно пример. Ну, примеры, да? Вот, примеры всегда полезны. Ньютон ведь тоже был не только физик, математик, и говорил, что вот я, основное, что я делал, это рассмотрел множество примеров, хотя у него были любопытные математические изыскания. Итак, примеры. Ну, вот, первое такое, давайте пример, совсем тривиальный, но к нему сводятся многие довольно сложные задачи, это как элемент возникает. dy, а вы сейчас скажете, что тут делать? dy по dx равняется f от x. Ну, что здесь фактически нахождение решения, это нахождение чего? Первообразной, да? Первообразной. Итак, первообразной. Ну, здесь, ну, давайте вот кто-то, кто поближе помогает мне, чтобы я видел, что вы на что-то реагируете. общий интеграл. Хотя это тоже тут бы надо, а вообще здесь с первообразной, вы это знаете, что это ничего другого больше нет. Общий интеграл как здесь записать? Общий интеграл. Ну, смелее. Общий интеграл. Пишу строчку, чтобы сэкономить. Значит, y минус интеграл, первообразная, да? f от x dx равно c. Равно c. Здесь всего множество решений. Ну, конечно, тут элементарно. Это общий интеграл. А частное решение, например? Частное решение, какое-то конкретное. Значит, здесь содержится, тут можно обсуждать, но здесь почти всё тривиально, проще, чем то, что мы обсуждали выше. Общее решение. Элементарно, в принципе, можно проверить. А какое-нибудь частное. Частное решение. Частное решение. Смелее. Смелее. Ну, частное решение, я бы сегодня предлагал предъявлять конкретную функцию. Ну, во-первых, конечно, это уравнение проинтегрированных квадратурах, да? Общий интеграл выражен через... Первообразно. Интегрируется в квадратурах. Общий интеграл выписывается. А теперь частное решение. Ну, кто-то так, какой-то вариант предложите. Значит, у от х, это уже частное решение, это функция, равна... Ну, от какого-нибудь, да? Х0 до х, например, да? Ну, примерно я понимаю, что вы так говорите. Ф от С ДС. Ну, это ещё частное решение, чем такое особенность имеет, на что бы обращали его. Кстати, я об этом не сказал, но считаю крайне важным для тех, кто, в общем, серьёзно занимается, занимается на физическом факультете, и математикой, занимается на мехмате, это уметь как-то анализировать, не просто что-то писать, анализировать и сравнивать. Вот я всегда это говорю, сейчас забыл сказать, анализируйте и сравнивать. Вот то, что вы должны ещё ухватить, слушая разные курсы, оценивать. Ну, иначе вы будете... Ну, что? Это уже смешно, действительно, получается, когда там говорят... Мы смеялись лет... Для вас это очень много, 10 назад. 10 назад смеялись, когда писали, и это правда, я объездил много стран, и представляю, как... И даже в хороших местах учатся. Посчитал, говорит, радиус Земли там 3 миллиметра, или там 10, или 2 метра. Уж так получается, говорит. Нет, не может быть формула, это же правильная. Так вот, чтобы... Ну, это уж крайний случай. Я говорю, что здесь, чтобы мы могли оценить. Вот это вот оценить физики, сравнить и оценить, это важнее, чем формулу посчитать и написать чего-то. Это в 100 раз важнее. Вот сравнить и оценить. Что больше, что меньше, например, почувствовать. Почувствовать. Вот мы будем, конечно, теорией заниматься. Не написать формулу для решения, а понять, как процесс развивается, процесс. Это важнее, чем... во много раз, чем вот какую-то формулу написать. Ну и что? И там что-то там написали. Итак, вот. Ну, значит, это решение такое любопытное. Оно удовлетворяет в начальный момент. Если мы поставим задачу задачу Каши, об этом я сейчас быстренько начну рассказывать, поставим задачу Каши, сейчас я это начну говорить более аккуратно. То есть зададим в начальный момент, либо в начальной точке в Х0 зададим дополнительное условие, то это решение какое? Оно в точке Х0 обращается в ноль. И это бывает полезно иногда вот такое, выделить вот такое частное решение, которое в ноль обращается. А если общее решение здесь? Вот вы взяли это частное и еще добавили С. Значит, как будет общее решение, может, выглядеть? Это сумма частного плюс общее, да? Ну, это тоже это известно вам. Кстати, вот для это линейное уравнение. Для линейных уравнений это все, для всех классов, какие бы они были, всегда общее решение, это сумма частного и общего. Для всех классов уравнений. Те, что вы столкнетесь, и то, что у вас было в линейной алгебре, вы также имели возможность с этим ознакомиться. Теперь двигаемся дальше. Значит, теперь важный раздел. Постановка задач. Это так мы его назовем, так, где-то у меня листочек, я обычно так его называю, как-то называю, где-то наш листочек, где-то наш листочек, ну, где-то есть. Да, значит, постановка задач. Ну, так давайте назовем просто. Это, значит, пункт какой был у нас? Второй, это третий будет, да? Третий. Постановка задач. Доп. Условия. И это вам тоже из физики все понятно. Более-менее. Значит, обычно, для чего ставятся дополнительные условия? В случае общего положения, скажем так, ставятся для того, чтобы для вот конкретной модели конкретного уравнения выделить, что единственное решение. Дополнительные условия ставятся, вот так, корректно поставленная задача, это выделяющая из множества этих решений, общего решения, например, общее решение редко интересует все множество описаний, ну, там, может быть, в каких ситуациях. Чаще всего вы имеете конкретную задачу с конкретными дополнительными условиями, которые описывают конкретный процесс. Итак, дополнительные условия. Значит, здесь первое, ну, это вы уже тоже сталкивались, я буду здесь побыстрее и что-то даже повторю, может быть, в каком смысле, что вы знаете. Задача Каши. Каши. Значит, дополнительные условия ставятся в одной точке. Их число равно порядку уравнения. Например, у штрих равняется f от x, не пишу аккуратно для правых частей, значит, пусть будет y от x0 равняется y0. Это может быть и скалярное уравнение, может быть, и векторное. Ставится в точке дополнительного условия. Ну, это уравнение первого порядка, векторное либо скалярное. Может быть, ну, давайте так, y n равняется f от x и y штрих и так далее, y n минус первое. Здесь что нужно задать? Задать уравнение одного порядка n дополнительных условий. Ну, то, с чем вы сталкиваетесь в физике. Вы задаете на уравнение движения, задаете положение и скорость. ну, значит, здесь задаете y от x0 равняется y с ноликом и так далее. y n минус первое производное в точке x0 равняется y давайте y1. Здесь y n с ноликом. Ну, такое обозначение обвел. Значит, n дополнительных условий. Это задача каши. Значит, задача каши всегда в одной точке. Второе. Краевые задачи. Пока я не говорил, но говорил, что это важнейший класс задач, который будет в нашем курсе рассматриваться. Краевые задачи. Их рассмотрение основано на теории начальных задач. Существенно зависят, но там есть и свои особенности. Краевые задачи. Обычно рассматривается двухточечная краевая задача. Можно многоточечная, но естественно является двухточечная. двухточечная краевая задача. Но здесь надо уже аккуратно в краевой задаче всегда аккуратно включаться в рассмотрение промежуток рассмотрения. Включаются обязательно. Начну давайте двухточечная краевая задача. d2 пусть будет u по dx дважды равняется f от x u u штрих скалярное уравнение. Хотя можно о векторах говорить. Значит здесь на промежутке x всегда если двухточечная то ну например 0 l если это какие-то а, b вы можете сдвинуть нормировать а можете сразу здесь a, b писать. Значит крайние точки не включаются. Крайние точки не включаются. А на краю могут быть заданы значит a условия дирехле дирехле кстати похожая терминология есть и для уровней частных производных или или краевые условия первого рода. Обязательно уметь ставить задачи. Кстати опять же я не сказал что-то вспоминаю что я не сказал в наставлениях. Начинайте всегда с того чтобы постановку задачи потом условия при которых эта постановка рассматривается потом вспоминайте какой результат вы хотите получать а если можете то уже хотя бы схему доказательства либо доказательства вот так а если приходят на экзамен теорема к одной задаче постановка к другой задаче и совместить совершенно невозможно и так грустно становится что невозможно и так значит на краю задается u от нуля равняется u с ноликом u от l равняется u l значит u от x классическое решение прилежит c2 на 0 l пересечении с c на 0 l вот здесь уже так решение определяется ну и теперь это задача дирехле b задача задача неймана или вторая краевая задача опять же сталкивались вы какие-то задачки такого сорта решали это когда на краю тут может быть комбинация условий на краю задается производная значит u штрих от нуля равняется там h с ноликом u штрих от l равняется h l задаются производные решение теперь как будет определяться я не буду писать вот здесь нужно будет с c1 пересечь c2 пересекается с c1 в замкнутой области потому что производные нужно на концах вычислять ну и третья краевая задача ну там комбинация здесь специального названия в нашей литературе нет комбинация производной и значение функции abv по-русски граничные условия третьего третьего рода ну задается комбинация ну так например u штрих от нуля плюс какой-нибудь альфа u от нуля равняется мю 0 и u штрих от l плюс бета u штрих u бета u от l равняется мю l ну вот такая и вот я в этом семестре очень надеюсь об этом рассказывать ну еще вот заканчиваю последние три периодическая периодическая краевая задача вот буквально на секунду я задержал это будет такая d y по dt равняется f от y от t y от t равняется y от t плюс t большое значит f периодическая это важная для физиков задача надо выпадать периодическая по t функция оказывается вот такое дополнительное условие выделяет единственное решение все на этом я закончил все спасибо итак на чем мы остановились мы с вами прошлый раз фактически подготавливали язык на котором мы будем общаться в течение вот этого полугода на лекции значит еще что бы мне хотелось добавить к тому что мы обсудили на чем мы закончили мы закончили на том что обсудили геометрическую интерпретацию что задачи задачи нахождения решения официального уравнения это было то на чем мы закончили значит добавим вот что давайте начнем с определения определения вот нумерация была определение у нас давайте тогда без нумерации в этой в этом параграфе в этой главе я иду без нумерации так определение следующее я веду определение первого интеграла определение первым интегралом речь пойдет о скалярном дифференциальном уравнении первого порядка ОДУ ОДУ Y' равняется F от X Y Y' мы будем называть или называют сокращенно напишу это все равно называют функцию двух переменок в данном случае F уравне скалярно еще раз подчеркиваю F от XY определенной в некоторой области скажем G большое X Y принадлежит G G часть вообще говоря R2 вот то, что я сказал теперь записал в виде символа и так называют функцию F от XY который обладает следующим свойством F от XY обладает следующим свойством F от X Y от X равно константе константе где Y от X любое решение ну вот я не буду его никак номеровать решение ОДУ ну можно говорить что Y от X в этой области я скажу что график буду на геометрическом языке это пояснять где Y от X любое решение ОДУ график которого лежит в области Ж так определяется первый интеграл как вы что вы можете прокомментировать по поводу отличия определения первого интеграла от общего интеграла есть существенное отличие ну в общем да конечно для скалярного уравнения вы видите что как определить общий интеграл общим интегралом мы назвали бы функцию F от XY минус C вот это было бы фактически здесь существенного отличия нет и как в первом так и в этом случае вот если вы знаете первый интеграл дальше вы можете пользоваться теорией неявных функций и определять решение УДУ значит аналогично определяют ну давайте на этом я сейчас еще одно определение приведу оно нам ниже понадобится и на этом закончу аналогично определяют первый интеграл для динамической системы и так ну там динамическая система я напоминаю это система N уравнений первого порядка автономная то есть такая система у которой правая часть не зависит от чего от переменной да от независимой и так определение значит функция мы его ниже используем функция V от X ну V от X такая V от X у нас V она для системы N порядка она отображает Rn в R1 Rn в R1 V такая значит функция N переменных да называется опять первым интегралом но только теперь уже динамической системы называется первым интегралом интегралом динамической системы ну напишу какой системы так я ее запишу dx по dt равняется F малой от X значит X и F N мерные вектора да значит если если для любого любого решения любого решения любого решения решения X равняется X равняется X от T этой системы определенного определенного при T принадлежащем ну давайте ответочку AB T принадлежит принадлежащему ответочку AB ну и опять то же самое аналогичное свойство она должна быть постоянной V от X от T равно C T принадлежит AB B значит вот такое простое тоже определение значит отметьте я дальше остановлюсь на этом понятно что аналогичным образом это нам где-то понадобится можно определять первый интеграл для уравнения n-го порядка и так аналогичным образом определяется первый интеграл для уравнения n-го порядка здесь я ну вам предложу некую самостоятельную работу все это язык пока формирует это не то что вы будете прямо этим материалом отчитываться когда будете сдавать экзамены но безусловно должны понимать постановку задачи и уметь объяснять для этого нужен язык ну в общем-то я вам рекомендую из того курса лекции который подготовлен нами и вывешен на сайте кафедры посмотреть там есть такая табличка первых интегралов для различных классов задач в том числе и ряда физических задач поэтому полезно просто посмотреть вот посмотрите пожалуйста эту табличку это так сказать ну такое упражнение для самостоятельной работы посмотрите так там ничего сложного нет там выписаны уравнения простенькие тут же рядом написаны первые интегралы для этих уравнений и общие интегралы ну и если возможно выписаны общие решения итак ну вот пожалуй то чем мы заканчиваем первый параграф параграф 2 здесь тоже такой параграф тоже в некотором смысле введение параграф 2 это примеры физических задач примеры физических задач таких примеров вы знаете ну великое множество вы уже в различных разделах физики безусловно сталкивались с дифференциальными уравнениями описывающими различные физические процессы ну и как-то их решали безусловно не обсуждая теоретические основы того что вы делали значит что здесь нужно безусловно посмотреть какие-то классы уметь их легко приводить в виде примеров опять это не то что вы строго отчитываетесь но и конечно в этом нужно уметь разбираться значит вот какие классы физических задач ну таких я напомню на которые если кто-то не помнит сходу ну пожалуйста посмотрите это нехорошо физикам не знать ну значит радиоактивный распад даже уравнение не буду писать если вы скажете что знаете радиоактивный распад ну кстати как часто бывает один и тот же класс уравнений описывает самые различные процессы ну вот радиоактивный распад каким уравнением описывается ну например производная ну дх по дт равняется минус кх да ну там можно задавать дополнительные условия поэтому я конечно не буду вам выписывать что еще можно здесь ну радиоактивный распад значит уравнение уравнение движения это то что вы все все время занимались в механике уравнение движения материальной точки ну или тела уравнение движения в пространстве ну и одномерные и многомерные движения да это тоже уметь уравнение уравнение колебания груза на пружине вот давайте может пожалуй давайте вот я чуть-чуть остановлюсь с вашей помощью прошу даже участвовать в этом значит уравнение колебания вот разный груз может быть подвешен может быть на плоскости сейчас я бы такой вариант посмотрим колебания груза на пружине значит конечно вы знаете это уравнение я просто обсужу как вариант простенький вариант еще раз говорю мы начинаем с простых очень задач постепенно наращивая сложности будем перейдем к доказательству сложных теорем итак остановимся на выводе этого уравнения тут как вы его выводили в курсе физики как это ну давайте я возьму какую-то картиночку возьму так у нас стеночка плоскость здесь груз здесь ось х здесь пусть 0 ну либо здесь где-то все равно где как я брал обычно брал какую-то точку отсчета пусть здесь точку хотя это не важно может быть сосредоточенный трус здесь 0 ось х значит м плоскость идеальная трение нет и здесь есть пружинка вы ее обычно рисуете вот как-то так пружинку значит как вы выводили уравнение значит вот если мы что отведем этот груз на малую величину потому что мы должны ну если мы хотим пользоваться каким законом линейным описанием то есть когда сила возникающая при отклонении пружины пропорционально с каким-то коэффициентом расстоянию от положения равновесия 0 положения равновесия да значит каким законом вы пользовались для вывода уравнения движения закон сохранения энергии вот давайте мы так сказать вспомним такую тривиальную вещь как это делается итак итак энергия вот в этой системе этого груза вы лучше меня должны узнать складывается из чего вы же физики а я физики математик хотя на физическом факультете значит из потенциальной и кинетической энергии правильно итак значит потенциальная энергия возникающая из-за того что мы некую работу совершили отведя груз от положения равновесия от нуля чему равна совершенно верно вот тут есть физики к x квадрат деленное пополам правильно ну потому что как вы как вы вычисляете вы вычисляете интеграл от нуля до x от kx да от силы получается я такие тривиальные вещи не делаю ну и второй член это одна вторая одна вторая mv квадрат m dx по dt в квадрате значит здесь система внешних воздействий нет это равняется u равняется константе ну и в самом деле мы здесь идем от закон сохранения энергии но я не сказал ну где-то к этому буду возвращаться что вот часто первые интегралы представляют собой что первые интегралы представляют какие-то законы сохранения вот это очень часто зачастую их так и отыскивают как некие законы сохранения значит это фактически первый интеграл но я на это не обращаю в скобочках можете отметить но это первый интеграл на что я не обращаю подробно внимания итак ну а дальше вы как здесь делают чтобы получить дифференциальное уравнение описывающее это движение значит что вы знаете будет закон конечно линейный ничего нового я вам не открою а поступают так дифференцируют по t будет k x dx x двоечка выскочила dx по dt плюс плюс одна вторая одна вторая что там одна вторая у нас будет нет почему одна вторая сократится с двоечкой которая выскочит m dx по dt на что ну дифференцируют да чтобы 0 получить продифференцировал значит двоечка ушла m на dx по dt на d2x по dt дважды это равно 0 потому что это было равно константе здесь конечно вопрос возникает здесь я действую отчасти формально вопрос возникает а вот точки где обращаются в 0 возможно вот такие не будем сейчас это обсуждать потому что мы действуем в данном случае формально решение есть мы это сокращаем и получаем уравнение d2x по dt дважды равняется или сразу плюс k деленное на m x равно 0 ну вот это часто обозначают это равно скажем какой-то омега квадрат это привычное вам уравнение описывающее колебания вот этого грузика ну и тут можно многие процессы с помощью этого уравнения описывать значит вот как еще раз выводят уравнение ну например один из способов по другому тоже выводят значит на вывод различных типов уравнений возникающих в общем-то в популярных приложениях УДУ можно найти ну в разных источниках это источники вашей так сказать книги по физике ну и в тех лекциях которые появятся в новом издании и те что есть на сайте кафедры там это можно обнаружить тоже там больше больше примеров ну еще один класс уравнений приведу приведу почему он мне важен потому что мы о нем будем много говорить и такой пример часто использовать как очень простой но интересный пример нелинейного ОДУ на котором полезно посмотреть различные свойства это колебания колебания маятника маятника ну можно сосредоточенного когда масса точечная опять же вы только сейчас совсем это учили недавно сосредоточенного или физического физического поднимается вот маятник плоское тело ну в данном случае на каком-то подвесе вы знаете как это уравнение выводить я выводить его не буду вывод тоже тривиальный но больше скажу о терминологии или физическом так вот уравнение которое получается очень просто еще раз говорю вы выводили его в разных курсах выглядит уравнение описывающее нелинейные колебания то есть немалые колебания потом не путайте вот это будет сейчас я объект назову это общепринятое название и по названию вы должны обращаться именно к тому объекту который обсуждается и так уравнение будет таким d2y ну и y2 штриха по dt дважды плюс омега ну давайте 0 квадрат синус y равно 0 вот это уравнение само уравнение вот это зафиксируйте потому что еще раз говорю вы должны понимать что у вас будут спрашивания вот именно такое нелинейное дифференциальное уравнение второго порядка называется уравнением математического маятника чтобы тут не путать говорят что математический маятник это маятник вот если вы рассматриваете сосредоточенную массу на нитке или подвесе то это математический маятник нет вот в математике и вот в дифференциальных уравнениях вот это уравнение называют уравнением математического маятника Ну, значит, если колебания малые, то здесь ничего неожиданного нет, вы помните, да, из курсов анализа, ну, и из физики, что при малых колебаниях синус у приблизительно у, и тогда вы напишите линейное уравнение, решение которого на прошлой лекции мы выписывали, и вы многократно выписывали в разных ситуациях. Так, значит, вот, пожалуй, то, что здесь нужно запомнить. Двигаемся дальше. Теперь, ну, наращиваем сложность, наращиваем сложность, и перейдем мы теперь к следующему разделу, он у нас будет называться так. Так, это глава вторая, глава вторая, отведение, отходим, уравнение первого порядка. Значит, я здесь не конкретизирую, не конкретизирую тип уравнений, то есть это может быть скалярное уравнение, либо система. Ну, конечно, мы начнем с простейших, то есть скалярных уравнений, уравнений первого порядка, и так и назовем первый параграф. Параграф 1, простейшие ОДУ, вот как раз первого порядка, я это еще раз не подчеркиваю, простейшие ОДУ, к этому классу задача относятся, интегрируемые в квадратурах. Значит, то, что такое уравнение, проинтегрированное в квадратурах, мы в прошлый раз обсудили, но все-таки напомню. Значит, уравнение считается проинтегрированным в квадратурах, если что, если входящий в представление его общего решения или общий интеграл, входят интегралы, либо, ну, это же первообразные, да, первообразные, возможно, не вычисляемые в элементарных функциях. Ну, все-таки некоторые классы уравнений интегрируемые в квадратурах я здесь вам покажу. Один из классов, за которые вы будете отчитываться, тоже мы обсудим, но больше это будет делаться на семинарах. Значит, ну, одним из таких простейших, ну, важных классов является класс уравнений с разделяющимися переменными. Итак, пункт один, уравнение, все это уравнение первого порядка, и все это пока скалярные, простейшие, здесь будет идти речь о скалярных. Уравнение с разделяющимися переменными. Ну, вы это уже делали в разных вариантах, я здесь только кое-что буду обсуждать. Итак, ну, вот возьмем такое стандартное уравнение dy по dx. Конечно, может случиться, что его еще нужно преобразовать, приведя к уравнению с разделяющимися переменными. Я, конечно, беру вот здесь в качестве примера уравнение, в котором уже переменные разделены фактически. Здесь будет f1 от x делить на f2 от y. Ну, и чтобы тут запись была корректна, как вы понимаете, нужно предположить, что в области рассмотрения, здесь я опять эти вопросы не обсуждаю, f2 от y в интересующей нас области, f2 от y, ну, знаменатели стоит, не обращалась ноль нигде, нигде в ноль не обращалась. Ну, может оказаться так, что здесь где-то в ноль обращается, в самом деле такая ситуация, но ничего страшного, потому что решение как раз будет в той области, где f2 в ноль не обращается. Поэтому вы от этого легко уйдете и ничего плохого не приобретете. Значит, уравнение это рассматривается при f1, я не пишу в каких областях, f1 и f2, так напишу, f2. Это просто непрерывные функции, не конкретизируя области. Непрерывные функции. Конкретизация будет там, где это нам понадобится более строгое обсуждение. Итак, вот это уравнение называется с разделяющимися переменами. Почему? Во-первых, это уравнение можно записать в так называемой симметричной форме, которая уже как бы предполагает отчасти разделение. Значит, f1 от х на dx часто, ну здесь есть некая несимметрия, искомая функция, независимая переменная, но выделенная в явном виде. А вот в таком виде неясно, что будет симметричным, что будет искомой функцией, что независимой переменной. Равняется f2 от y на dy. Ну и дальше как поступают? Если y от х вопрос существования решения, я не ставлю. Вот то, что сейчас я буду как будто бы искать решение, вот мои преобразования делаются в предположении существования решения. Итак, вот так обычно поступают, и ниже это будет подчеркивать, потому что это не доказательство существования. Итак, если решение y от х есть, то тогда вот это уравнение обращается в тождество, обращается в тождество, сейчас тряпочку возьму, а потом перейду на эту доску, продолжу дальше, у нас еще время есть. Значит, уравнение обращается в тождество, ну и тогда, интегрируя тождество, вы опять получите тождество. Я сразу же пишу, значит, f интеграл от f1 от x dx минус интеграл от f2 от y dy равно константе c, ну и мы видим, что уравнение, в смысле введенной нами терминологии, проинтегрировано в квадратурах. Вопрос существования нет, но его есть решение, есть, то оно выражено через интегралы первообразные. Ну а общий интеграл здесь какой? Чтобы общий интеграл, ну терминологию просто, здесь он мало служит делу, но все-таки. Общий интеграл, ну как, продиктуете мне общий интеграл, как выглядит? Только c нужно перебросить и 0 написать, вот это все будет слева общий интеграл. Терминологии надо тоже привыкать. Итак, одно из уравнений интегрируемых в квадратурах мы привели, а сейчас мы с вами переместимся на левую свободную доску и продолжим. Значит, следующий будет у нас пункт 2, автономное уравнение, автономное уравнение движения материальной точки напрямой. Хотя, еще раз говорю, это уравнение может возникать в разных ситуациях. И то, что я писал уравнение математического маятника, ну это из этого же класса. Но все-таки я выделяю это как автономное, значит, пункт 2 давайте. Пункт 2. Ну вот я его называю еще раз. Я вас предупредил на первой лекции, что фактически то, за что вы будете отчитываться на экзаменах, структурируется согласно тому, как я излагаю план. Вопросы, это будут вопросы, вот те, что я формулирую в ходе лекции. Так что потом, если кто-то будет спрашивать, пожалуйста, пропустил какую-то лекцию или 2 лекции, либо 3 лекции, тогда, пожалуйста, уточните у товарищей, какие были вопросы, и работы свои компенсируйте. Итак, значит, автономное уравнение, все-таки я буду говорить об автономном, сейчас посмотрим, увидим почему. Значит, автономное, сокращаю, уравнение движения, так его называю, но опять же говорю, что в этот класс уравнений укладываются и другие уравнения, другие, описывающие другие объекты. Уравнение движения материальной точки напрямую. Значит, какие мы здесь обсудим вопросы по ходу, это фактически важный пример. Еще раз, я его не всегда рассказывал, и не всегда рассказываю этот пример, но потому что, ну вот мои коллеги, сейчас это Виктор Юрьевич Попов, когда мы составляем экзаменационные вопросы, мы все-таки, ну, как-то общей частью учитываем, он обязательно такой вопрос включает, и я его, ну, последнее время перестал выделять как то, что вы должны освоить на семинарах, а стал на лекциях, потому что, ну, потом вы отчитываетесь на лекциях, а, как я сказал, на лекциях вы будете отчитываться только за то, что вы услышали в курсе, вот в живом курсе лекции. То, что вы прочитаете дополнительно, это замечательно, очень хорошо, тут подходили ко мне, говорили, что готовы там прочитать. Еще какие-то источники я двумя руками за, но вот общую концепцию вы должны усвоить то, что здесь излагается, а ее дополнить, пополнить из разных источников только буду приветствовать. Если будут какие-то вопросы по дополнительным разделам, интересующимся, могу обсуждать с ними в виде консультации эти вопросы. Итак, уравнение движения автономное, автономное уравнение, значит, уравнение движения вам хорошо известно, d2x по dt дважды равняется f от x, значит, автономная правая часть зависит только от искомой функции, не зависит от переменной. Значит, мы здесь как бы пойдем в обратную сторону. Там мы, вот в том примере, который был для колебания груза на пружинке, мы получили закон сохранения, и оттуда там простым способом извлекли уравнение, описывающее движение. Здесь мы пойдем от уравнения движения, и два важных момента выясним. Во-первых, первый интеграл, напишем, который вы опять ожидаете, что первый интеграл такой же будет, как мы там уже отметили, первый интеграл, соответствующий закон сохранения. Это первое. И второе, общее решение. Общее решение нужно знать обязательно, потому что вот в части, в экземпционной части, почти во всех заданиях это бывает. Написать для того или иного класса, вот подкласса этого уравнения, написать общее решение. Итак, ну и здесь поступают следующим образом, чтобы получить первый интеграл, первый интеграл, либо, ну и общее решение поступают следующим образом. Ну и будете видеть, для чего может служить, например, первый интеграл. Здесь в элементарной ситуации можно все просмотреть. Итак, поступаем так, делим на m, умножаем на слева и право, пока опять не обсуждаем. Значит, вот еще раз замечаю. Конечно, я говорю, что мы рассматриваем в той области и при тех правых частях, когда решение есть. Более того, правые части здесь непрерывны. Движение, уравнение движения, где правые части, ну таким скачком меняются. Конечно, тоже очень интересное уравнение, но мы здесь с вами не обсуждаем. Есть такие задачи важные, прикладные, где рвется правая часть, разрывная, и интересные эффекты описываются, но это не для обсуждения в нашем курсе. Итак, умножаем на dx по dt, dx по dt, d2x по dt дважды, ну и здесь единица на m, f от x dx по dt, ну то, что там вы видите, я как бы в обратную сторону раскручу эту задачу, и ничего другого мы здесь не получим. Ну а дальше мы сворачиваем, да, вот здесь, здесь мне нужно написать 1 вторая, вот если я сворачиваю, не нужно, это устно могу сделать, да, понимаете, я сейчас убираю под знак производный, да, значит, это будет d по dt от, д по dx, dx по dt в квадрате, да, с коэффициентом 1 вторая, убираю сюда, ну, устные вычисления, тем более они в каком смысле в обратную сторону, по сравнению с тем, что я делал, когда получал уравнение движения. Итак, значит, d по dt, ну, если есть какие-то вопросы, ну, уточните, d по dt, значит, здесь dx по dt в квадрате, да, вот это здесь под знаком вот этой производной, здесь двоечку я убрал сюда, значит, 2 на m, и здесь dx по dt, это, чтобы, если кто-то так не заметил опечатку, я устраняю, dx по dt, ну, и тогда здесь пишу d по dt, ну, и загоняю вот этот под знак первообразный, интеграл, интеграл, вот это будет интеграл от чего, от f от x, ну, dx, здесь все равно, что писать, f от x dx, да, все согласны, что так, или поправим? Что там? Почему здесь двойка, да? Потому что одна вторая отсюда ушла, вот сюда. Потому что одна вторая, здесь вот, когда вы будете, два выскочит, сократится с одной второй. Значит, ну, а тогда что я отсюда делаю? Ну, дальше просто пишу отсюда, значит, что, хоть под одну производную убрал, дальше пишу, что то, что под производной d по dt равно константе. Итак, и так пишу. В таком виде, ну, почти совершенно вам привычном, dx по dt в квадрате минус, минус, минус 2, 2 на m, значит, здесь интеграл от f от x dx, dx, ну, все, да, равняется c1. Итак, вот, я написал уравнение, фактически, что это? Что это? Ну, вот некое соотношение, как бы его назвали? Ну, правда, там я определения не дал вам, сказал, что вы самостоятельно должны его думать, ну, посмотреть, условно, для уравнения второго порядка. Значит, уравнение второго порядка, значит, первый интеграл, это функция, которая постоянно на решении его производной, входящей в какой-то комбинации, не буду четко давать определение. Значит, вот это вы нашли, что это? Первый интеграл, первый интеграл, ну, и выражающий законы сохранения, да, первый интеграл. Ну, а дальше, вот как используется первый интеграл, собственно, или общий интеграл, в данном случае, значит, из общего интеграла для уравнения первого порядка вы вытаскиваете решение, а из первого интеграла для уравнения второго порядка обычно делается, ну, что бы вы стали делать здесь? Что бы вы стали делать самостоятельно в этой ситуации? Ну, вот я нашел первый интеграл такими несложными преобразованиями, что бы вы стали делать самостоятельно. Ну, предложите что-нибудь. Вообще ничего не стали, уже все, перерыв, ну, перерыв еще пять минут, рано еще, наверное, так же. Ну, наверное, взяли бы тогда, что тут видно? Нужно решить это уравнение, разрешить относительно производной, да? Видно же, что оно нелинейное относительно производной, но легко решается, это квадратное уравнение относительно производной. Итак, дальше я пишу. dx по dt равняется, ну, чему здесь два корня, плюс-минус, плюс-минус, могу под корень написать, но я под корень напишу, корень из 2 на m, корень из 2 на m, интеграл от f от x dx плюс c1. Значит, разрешил, относительно производной. А дальше бы что стали делать? А уже теперь у вас есть, вы выражены почти пунктом 1, вот главы 1. Дальше бы вы заметили, что у этого уравнения с переменными что происходит? Разделяются перемены. Видите, что уравнение с разделяющимися переменными. Итак, делим перемены, пишем dt равняется плюс-минус dx на корень квадратный из 2 делить на m, интеграл от f от x dx, ну и плюс здесь c1. Уравнение, в котором разделились переменные. И дальше, тем самым вы видите, что уравнение, подчеркиваю, вот такое уравнение движения, и следовательно, уравнение математического маятника, так, чуть-чуть вам, немножечко в сторону кивну туда, уравнение математического маятника, которое является частным случаем вот этого уравнения, оно является уравнением, интегрируемым в квадратурах. Значит, уравнение интегрируется в квадратурах. Ну и, естественно, уравнение второго порядка, и я говорил, что для уравнения второго порядка, вообще говоря, общее решение, пока мы, конечно, теорем еще таких не формулировали, но в общих чертах, вводной части я пояснял, что решение его будет, конечно, зависеть от двух переменных. Итак, получаем здесь, интегрируем, получаем t плюс c2 равно, ну и здесь тогда интеграл такой большой, интеграл большой, здесь dx, ну и на этот весь, ну корень, напишу в виде корня, корень из 2 на m, интеграл от f от x dx, примерно интегрирование, неважно как обозначено, плюс c1. вот это фактически, что я написал, это как бы назвали вот полученное мной соотношение, ну терминология должна тоже нами как-то так усваиваться, как бы я вы, я-то назову сейчас, как бы вы назвали это уравнение, соотношение полученное. Ну что, общим интегралом, да? Общий интеграл, да? Значит, если вы подставляете решение, значит, вот здесь общий интеграл, входят две независимые, зависит от двух неизвестных параметров, которые восстанавливаются для этого уравнения движения, из дополнительных условий, ну самые простые условия дополнительные, это когда вы задаете начальную задачу, это мы обсуждали, задаете в начальный момент само решение и его производную, да? Ну и еще минута, вот только, видите, мы закончим, все-таки я здесь коротко скажу. Теперь, вот это тоже важно, вот сейчас, если кто-то будет в группа 2 ассистировать в перерыве, вот эту часть не убирайте, то, что я не закончил, вот все можно дать динамической системы. Динамическая система эквивалентная, значит, это, безусловно, нужно уметь для уравнения n-го порядка, но это вещь простая, писать эквивалентное уравнение, эквивалентную систему, ну а в данном случае, поскольку автономное уравнение 2-го порядка, будет динамическая система. Эквивалентное, эквивалентное уравнению движения. Ну вот сейчас я пишу и уходим на перерыв, по всей видимости. Значит, здесь вводим x, такая замена простая, x равняется x1, dx, оно же dx1 по dt равняется x2, ну и система получается простая такая, dx1 по dt равняется x2, это одно уравнение, а второе, вторая производная, dx2 по dt равняется f от x1. Вот это эквивалентная динамическая система, для которой мы первый интеграл, конечно, тоже тривиально выпишем, но после перерыва не будут у вас занимать время для отдыха. Все, продолжаем через 5 минут, вопросы после лекции. Где-то я уничтожил там, да, здесь, мы брали ведь, m писали, уравнение не просто 2-го порядка, да, тогда здесь единицу на m поставим, единицу на m. Значит, вот динамическая система, эквивалентная исходному автономному дифференциальному уравнению 2-го порядка. Значит, довольно простая. Значит, здесь я еще введу такие два важных понятия. Значит, фазовая плоскость здесь, я потом буду это повторять, но уже на этом этапе я считаю полезным вам обратить ваше внимание на это. Значит, фазовая плоскость, это важный объект для физиков. Фазовая плоскость. Значит, уравнение, ну, либо что то же самое, уравнение или системы, это в скобке, двойные скобки, или системы. Кто уже на физике как-то так это отразил себе? Что такое фазовая плоскость для уравнения движения? Это плоскость каких переменных? Ну, правильно, самого решения и производной, да? Ну, в данном случае фазовая плоскость, это плоскость x1, x2. И обычно, значит, вот это фазовая плоскость. Отметьте, не пишу на доске, что тут писать. Фазовой траекторией называется проекция решения, или же интегральной кривой решения, на фазовую плоскость. Фазовой траекторией. Ну, и в данном случае фазовая траектория, это x2 равняется какая-то там g от x1. Это фазовая, очень полезная вещь для физиков, и в математике очень активно используется плоскость, фазовое пространство и так далее. Фазовая траектория. Ну, и вот мы сейчас, ну, конечно, тут же все тривиально, мы вверху это проделали одним способом, примерно то же самое получим и вторым способом. Как получается уравнение для этой фазовой траектории? Значит, я, ну, как бы я стал, я формально, ну, здесь за этой формальной процедурой есть, и, безусловно, несложное обоснование, но о нем сейчас говорить не буду. Формально, фактически, делю второе уравнение на первое и пишу dx2 по dx1 равняется, что там, единица на m, f от x1, деленное на x2. Понятно, что я сделал? Фактически разделил и как бы dt убрал, превращение вот этих сравнил. Значит, вот это фактически и есть. Что мы получили в результате этой процедуры? Получили дифференциальное уравнение, интегрируя которое, получим, конечно, выражение, вот это представление для фазовой траектории. Значит, каким замечательным свойством обладает это? Тривиальным замечательным свойством, раз вы уже тут сидите, работаете уже в вторую лекцию. Это уравнение с разделяющимися переменными. Итак, мы пишем dx, ну что тут, x2 на dx2 равняется, единица на m, f от x1 на dx1. Ну и тогда дальше опять та же процедура. Я убираю x2 под дифференциал, оставляя впереди коэффициент 1, 2, ну и пишу, перескакивая через одно действие, первый интеграл. Ну помогайте мне, кто уже может быстро в уме помочь мне написать первый интеграл. Первый интеграл в данном случае это функция v от x, ну это v, расписываю подробнее до первого раза, от x1 на x2, ну и это есть у нас что? Это вторая часть, а первая часть, ну так же, как и там была. Если мы убрали, это будет x2 в квадрате, это после того, как мы это вот убрали сюда, да, двоечка пошла туда, x2 в квадрате, значит, минус 2 на m интеграл от f от x1, да, пусть напишем, f от x1 dx1. Вот это первый интеграл, ну потому что это на решение равно v от x равно c на решение. Ну интегрируя просто, не выписывая интеграл, я получил бы что, вот это минус это равно c, да? Ну вот теперь это я написал, что v от x равно c на решение. Значит, это, конечно, на решение, потому что мы, чтобы получить верное равенство после всяких преобразований, мы должны с вами делать что? Ну работать с тождествами, иначе бог бы знает, что-то мы интегрировали, что-то дифференцировали, а есть ли между ними равенство. Понятно это? Значит, вот это вот обращается, вот это, есть c на решение, потому что вот эти преобразования делаются как? Предположим, что есть решение, значит, это верные равенства, и все это следствие преобразований верных равенств, либо тождеств, и тогда вот это только на решении, а где-то там это не совсем то. Вот все наши действия были правомерны лишь в силу того, что это на решении. Ну, пожалуй, с этой частью все. Значит, тут два момента, на которые обращу внимание. Значит, вот уметь писать общее решение для уравнения второго порядка, ну в том числе стандартный билет первой части на экзаменах, ну что должны вы уметь делать? Например, уравнение математического маятника. В этом смысле написать общее решение уравнения математического маятника. Отметьте себе даже упражнение, которое нужно делать и понимать. Написать общее решение уравнения математического маятника. Ну все то же самое практически. Просто f, f маленькое конкретно для уравнения математического маятника, там синус со знаком минус, правда. Но это не важно. Итак, двигаемся дальше, если тут как-то так все более-менее осело и усвоено каким-то образом. Итак, переходим к следующему вопросу. Пока двигаемся по простым уравнениям. И это будет линейное уравнение. Пункт 2. Линейное уравнение. Ну в скобках, так еще раз в виде комментария небольшого, все-таки скалярное уравнение, не система, а скалярное уравнение. Это мы обсуждали, что такое. Так, комментарий, хотя можно было это не делать, но все-таки подчеркну, скалярное уравнение. Скалярное уравнение. Итак, ну вот, начинаем, как я говорил, с чего мы должны, вот любую, если будете обсуждать любую задачу, либо рассматривать, вы должны с того, что задачу поставить. Вот мы сейчас ее начинаем ставить. Мы выписываем объект, четко выписываем уравнение, которое вот и называется линейным дифференциальным уравнением первого порядка. Итак, это уравнение, ну, я не пишу, что это, линейное дифференциальное уравнение первого порядка, ну, и давайте напишу, чтобы потом не забыли, линейное, дифф, уравнение, терминологию тоже надо привыкать, пока вы еще привыкнете, а уже с вас будут спрашивать на семинарах, уравнение первого порядка. Это уравнение вида, ну, в общем, принятых обозначениях. Д, И, по, можно и другие, ну, кстати, не советую, никогда придумать самому какие-то обозначения, это вам будет только мешать, если вы там придумываете, ну, привыкайте, ну, конечно, если вы не помните, любые обозначения подойдут, если понимаете, как правильно записать, а букву какую-то забыли, это неважно, ну, лучше использовать привычные. Итак, ДУ по ДХ плюс П от Х, У равняется Ф от Х. Ну, в соответствии с нашей терминологией, уравнение линейно, потому что операции, ну, вот, неизвестная функция, это операция дифференцирования линейная, здесь умножение на функцию линейная, уравнение линейное. Значит, это неоднородное уравнение. Неоднородное уравнение, неоднородное, как вы всегда называете, это уравнение, в котором правая часть не равна нулю. Неоднородное уравнение. Будем предполагать, что на некотором множестве Х принадлежит к какому-то множеству Х большое, мы имеем вот что, что у нас П от Х, Ф от Х, они из класса непрерывных функций, ну, на этом множестве. Значит, они из С на Х большом. Да, ну, значит, обычное обозначение использую, класс непрерывных функций. Значит, и коэффициент П, и функция Ф от Х непрерывно. Ну, и начинаем работать, вот, первая часть, ну, не повторяюсь полностью, а говорю только, что это однородное уравнение, однородное уравнение. Это когда Ф равно нулю, Д, У по Д, Х плюс П от Х У равно нулю. И дальше задача у нас та же самая. Две задачи ставим. Написать общее решение, получить общее решение, ну, а по пути мы получим общий интеграл, а из него будем уже вытаскивать общее решение. Итак, опять мы замечаем вот что, что уравнение, уравнение, линейное однородное уравнение первого порядка допускает что? Разделение переменных. Уравнение допускает, разделение переменных. Разделение, разделение переменных допускается. Но при этом, смотрите, когда мы будем делить переменные, нам нужно на у будет поделить, поэтому в скобочках сразу подчеркнем, мы все-таки должны себя ограничить тем, что у не равно нулю. Сразу же. И тогда это можно допускать разделение переменных. Но здесь, как я и говорил, возникнет ситуация, что ничего страшного, это ограничение никаких последствий нам не даст. Итак, вот уравнение. Ну что, дальше мы интегрируем. Здесь ничего такого сложного нет. когда поделили, там интегрируем, что dy на y, это что? dy на y, интеграл, первообразие что это? Логарифм модуля y, да? Потому что мы здесь за знаком должны следить. Значит, логарифм натуральные модуля y, модуля y плюс интеграл, интеграл от p от x dx, это все было у нас под знаком производной, да? Но это равно какому-нибудь c1. и тем самым это что мы получили? Общий интеграл. Общий интеграл получили. Ну, он же, я говорю, для уравнения первого порядка, скалярного, общий интеграл и первый интеграл практически отличия никакого нет. Вы можете записать его как в виде общего интеграла, а можете записать в виде первого интеграла. Итак, отсюда мы ну вот получили. Значит, отсюда я вытаскиваю, значит, как? Я говорил, как можно использовать общий интеграл? Разрешая относительно y, получаем общее решение. y от x равняется c на e, ели экспоненту мне удобно, давайте е буду писать, многоэтажность, но ничего, е в степени минус интеграл от p от x, d x это общее решение. Общее решение получили. Ну, правильно я сказал, что это общее решение? Да, нет, общее решение, конечно, однородное. Это, ну, так сказать, конечно, я сказал правильно, но обосновал ли я это? Нет, потому что я, во-первых, требовал, чтобы y не был равен нулю. мы видим, мы видим, что c равно нулю, y равное нулю включается, включается в эти решения, включается. Но опять, вот заметьте, вот сейчас я первый раз, ну, какую-то вам теоремку, в общем-то, несложную собираюсь доказать, что это общее решение. Пока я не могу это утверждать. Ну, даже вот с этим добавлением, что при c равном нулевое решение попадает. А вдруг в каких-то точках обращается, а не c тождественно, что-то мы нашли. И так мы должны фактически некое обоснование проводить. Значит, вот обратите внимание, что вот простые теоремы, конечно, вы должны уметь. Каких-то сложных, технических, тут практически у вас нет теорем, но логически верные рассуждения на простых теоремах вы, безусловно, должны уметь проводить. Ну и как бы вы стали это делать? Вот какие у вас предложения? Ну, у вас определенная математическая подготовка, ну и развитое мышление. Ноль включается, а в точке... Вот что значит доказать? Вот логически, давайте так, правильно поставим проблему. Что значит доказать, что вот это общее... Так я уже написал, что вот это, то, что я выделил вот внизу и назвал уже общим решением, что это действительно общее решение. Что нужно доказать? Правильно предположить. То есть показать, что любое другое решение, которое вы предположите, в таком виде все равно будет представлено. Правильно? Да? Ну, правильно вот так, логически. Значит, мы должны показать, что любое решение однородного дифференциального уравнения первого порядка представимо в этом виде. Вот что мы должны показать. Ну, теорема. Давайте я так, чтобы, короче, теорема была, я тогда так ее. Конечно, так если аккуратненько, вы будете звездочка в одном месте, а результат в другом. А иногда вот ваши предшественники теорема-то правильно, я уже говорил об этом, доказывают. А что за задачу? Какой задача теорема? Вот совсем не ясно. Вот здесь, чтобы было ясно, что к чему. Мы это обозначим, а в теорему включаем, но все-таки вы понимаете, что это я условно пишу, что это так. Итак, теорема, вот теорема один будет такой. Простенькая теорема, где вот вы некие логические действия уже совершаете и верный. Итак, представление, представление, не переписываю его. Ой, ребят, не туда, а я. Как-то я, вот сюда вот, вот это представление. Переставьте, я сюда-то хочу, в общее. Тут место занятое, я так с вами беседу и поставил. Итак, представление звездочка, представление звездочка, общее решение. Здесь я все-таки конспективно опять говорю, потому что объект, но когда вы еще раз, вы формулируете, пытаетесь кому-то объяснить, на экзамене, на колок, везде вы должны нормально, вот такое-то уравнение, вот такая-то функция, она является решением. То, что я у вас, экономия времени, что-то проскакиваю. Итак, представление звездочка, общее решение. Ну, как я сказал, что, ну, естественно, предположим наличие, ну, какого-то другого, возможно, другого решения. Пусть, доказательство, пусть Fiat X решение, некоторое, какое-то там решение, или любое, или некоторое, в данном случае это все равно. Пусть Fiat X решение. Рассмотрим функцию, а составим вот такую функцию. Рассмотрим функцию FI большое от X, это, собственно, FI малая от X, умноженное, есть FI малая от X, вот это решение, умноженное на, там экспонента у нас отрицательное, на положительную экспоненту, на E в степени интеграл, вот P от X dx. Ну, значит, догадывайтесь, для чего я такую функцию ввел? И что я хочу сделать? Я хочу доказать, что это функция константа, правильно, да? Докажу константы, и все произойдет. Если это функция константа, тогда делите на экспоненту и получаете. Смотрим, а как посмотреть? ДФИ по DX считаем, ДФИ по DX равно, значит, дифференцируем ДФИ по DX на экспоненту, плюс ФИ от X на производную экспоненты, позвольте мне это пропустить, в уме проделали, да? Тем самым экспоненту я вынес, E в степени интеграл от П от X DX, а в скобочке остается у меня вот что, ДФИ по DX, а здесь, когда брали производную от экспоненты, осталось, что П, да? П выскочил, производная показателя, ну, на ФИ от X, плюс П от X ФИ от X, ну, тривиальное доказательство, вот это равно нулю, вот экспонент, это не равно нулю, это равно нулю, в силу того, что ФИ решение, но отсюда ФИ от X равняется C, это постоянная функция, ну и отсюда ФИ от X равняется C на E в степени минус интеграл от P от X DX, ну, вот что завершает доказательство теоремы. Ну, первая простенькая теоремка такая, да? Мы показали, что нет других решений, кроме этого, все, предположим, что есть другое, мы вот доказали, что оно именно такое. Нет вопросов, надеюсь, да? Так, понятное доказательство. Теперь вот, что мы попутно отметим. Значит, если тривиальные, но весьма важные факты сейчас буду отмечать, в данном контексте они тривиальные, но они, в самом деле, не только общими для остальных частей курса Дифуруб будут, более сложных, но и для уравнения частных производных, они в каком смысле похожи, поэтому я сейчас рекомендую вам обратить на них внимание, они тривиальные, потому, когда человек не знает тривиальных вещей, о каких сложных он может говорить. Итак, теперь задача Каши. Задача Каши для линейного ДУ однородного. того, того, что мы обсуждаем. Можно было задача Каши не писать ничего, потому что объект нами выделен. То есть, мы дополнительно ставим дополнительное условие y от x0 равняется y с ноликом, и тогда как можно записать решение этого уравнения? Уравнение можно решение записать так. Как? Помогайте. Ну, вы это делали похожих вещей, экспоненты. Значит, y от x равно чему? Ну, общее, теперь есть общее решение, видите, есть общее решение. в этом общем решении есть одна неизвестная постоянная, ее нужно установить. Сама экспонента должна лучше всего, чтобы она обращалась в единицу. Значит, тем самым нужно выбрать первообразную попроще. Итак, делаю, а потом вы согласитесь, скажете, может, лучше сделать можно. Ну, я делаю как уж получится. Значит, y с ноликом на e в степени, вот здесь выбираю первообразную удобным образом. От x ноликом до x p, ну, давайте здесь уже раз верхний предел у нас переменный, первообразно определяется так, конкретная первообразная взята, то p от s d s. Значит, что мы получили? Решение это или нет? Ну, это решение, неважно, какую константу мы выбрали, y0, безусловно, решение, да? Удовлетворяет дополнительному условию? Удовлетворяет, потому что при x равном x0 и тогда слопается, это единица, это y0, тем самым получаем решение, удовлетворяющее в точке x0 дополнительному условию. Значит, нет здесь каких-то вопросов. Значит, единственное ли такое решение? единственное, единственное, отмечайте, решение единственное, что следует, вот этот важный факт, тривиальный, но важный факт, прошу отметить, потому что потом какие-то вещи будут для вас, простые вещи сложны, если вы вот эти простые факты не усвоите. Единственность следует фактически из единственности представления. Там мы можем менять только, что мы могли менять в общем решении. Константу, вот она y0, любая другая константа уже будет, не будет решения. Решение единственное. И дальше вот выделите, ну давайте в виде замечания, замечания, замечания сделаем. Опять тривиальное, но очень важное. При y0, ну давайте я здесь, а вы продолжайте, замечания, при y0, равном нулю, y от x равно тождественному нулю. Итак, при нулевом, фиксируем, а это дальше разворачиваем, при, ну, тривиальный факт, но очень важный, при нулевом начальном условии однородное уравнение, ну то, о котором мы говорим, однородное уравнение имеет, и вот подчеркните двумя черточками, только тривиальное решение. Это очень важно. Вот для линейных уравнений факт существования только тривиального решения у однородного уравнения, ну, с нулевыми, с нулевыми условиями, это, ну, необычайно важный факт. Сейчас мы потом, я вообще напомню, как он используется. В линейной алгебре вы его использовали, а я потом напомню, как вы его использовали. Ну, пожалуй, в линейной алгебре больше нигде. Итак, есть, с этим мы разобрались, да? Переберемся мы на другую половину и перейдем к неоднородному уравнению. Неоднородное уравнение, пожалуй, вы уже это делали или пользовались формулой, этой формулой, но мы здесь обсудим некие более общие вопросы. На семинарах занимались методом вариации постоянной? Ну, значит, я тем самым вам что-то напоминаю, какие-то моменты сформулирую в виде теоремы. Сформулирую в виде теоремы. Если есть вопросы, пока мы еще не перешли к следующей части, что нет каких-то вопросов, то тривиальные вещи я вам пока говорю. Двигаемся дальше. Итак, два неоднородного уравнения. Неоднородное уравнение. Неоднородное уравнение. Неоднородное уравнение. Не переписываю, что в том уравнении, в котором вы там писали, f от х не равно 0 в исходном уравнении. В чем заключается метод вариации постоянной? В отыскании специального частного решения неоднородного уравнения. Метод вариации постоянной – это метод отыскания специального частного решения. Я его еще более конкретизирую. Я не знаю, как делалось у вас на семинарах. Вы должны то, что я рассказываю, представлять, то, что делаю я. Итак, будем искать частное решение. То есть какое-то решение, удовлетворяющее неоднородному уравнению, но специальное. Сейчас скажу какое. Частное решение. Частное решение у с волной от х такое, что я его сразу хочу в специальном виде искать. Удобное для меня решение. Буду искать такое. У с волной от х 0 равняется 0. То есть частное решение, обращающееся в 0 в некоторой заданной начальной точке. Значит, я буду искать вот такое частное решение. У с волной от х. Ну а дальше вы представляете, я эту же схему обсуждаю, но какие-то только моменты уточняю. Значит, как мы ищем? Значит, однородное уравнение где-то там выписано перед вами есть, я его не переписываю. Я просто беру в специальном виде. Почему называется метод вариации постоянной? Ну так сложилось. Ищется решение в таком же виде, как и решение однородного уравнения, только предполагается, что уже та константа, которая в виде множителя выступала перед экспонентом, она уже допускается, ее зависимость от х. Ну и искать можно в любом виде. Вам уже было показано, и сейчас мы это обсудим. Можно показать, что это можно сделать. То есть вот эту константу С от х можно выбрать так, чтобы она вот этим... С одной стороны, это было частным решением, а с другой стороны, удовлетворяло этому начальному условию. Вот такому дополнительному. Это удобный вид для частного решения. Итак, ищем решение в виде, это частное решение, но я здесь волну опускаю. Это С от х на е в степени минус интеграл. Сразу же беру первообразную в специальном виде. От х0 до х, п от с, д с. Ну а дальше что? Ну вот я говорю, что при определенном выборе С можно убедиться подстановкой. Так часто делают в том, что это решение при определенном выборе С убеждаются как? Подставляют и убеждаются, что это именно так. Значит, здесь что? С от х должна быть определена. Ее, собственно, мы и ищем при таком подходе. С от х. Ну дальше, еще раз говорю, подставляю, упрощаю и, собственно, получаю так же, как вы, наверное, получали. Возможно, такое, возможно, похожее уравнение получали для самой С. Итак, подставляем это уравнение, значит, пишем dc по dx на е в степени минус интеграл от х0 до х, п от s, ds. Это продифференцировал первое слагаемое. Дальше идет, ну минус выскочит из производной интеграла, да, минус, сразу пишу его, минус С от х на, на что я умножаю, должен умножить на производную экспоненты. Это будет, минус я поставил, п от х, п от х на е в степени минус интеграл от х0 до х, п от s, ds. Дальше, дальше, что, ну, осталось подставить только на то место, где у нас п умножается на у. Значит, плюс п от х, c от х на е в степени минус интеграл от х0 до х, ну, тривиальные вещи делаю, полезно поупражняться и вам. П от s, ds, и это равно у нас подставил, должно быть равно f от х. Для чего, в чем удобство этой подстановки? Ну, очевидное, да? Что в результате этой подстановки мы получаем? Убиваем эти два внутренних члена, да, они одинаковыми становятся. Здесь со знаком минус, здесь со знаком плюс. Вот мы их убили, эти два члена, и затем получаем тогда довольно простое уравнение dc. Дифференциальное уравнение, одно из простейших дифференциальных линейных уравнений первого порядка. dc по dx равняется чему у нас равно? равно, это пропало, значит, f от х на е в степени интеграл от х0 до х, p от s, ds. А дополнительное условие какое? Какое дополнительное условие dc поставить? Какое бы вы поставили дополнительное условие? Ну, есть соображение, что его нужно поставить, а может, не нужно ставить. Кстати, на семинаре вы могли это не ставить его. Можно тоже было общее решение, но я ведь хочу специальное решение получить. И чтобы доказать свою теорему, которую я ниже сформулирую, я потом забегаю пока вперед, но пока не формулирую. Значит, какое дополнительное условие dc? Ну, смелее, все же есть перед вами. Не ясно? Что любое? Нет, любое не стоит. Мы же, смотрите, о чем мы договорились, что мы ищем частное решение. Ну, я волну потом опустил. Вначале вы назвали y с волной от x. Такое, что y с волной от x0 равно нулю. Ну, ясно для чего и в чем удобство, уже вы предвидите, но все-таки. Значит, тогда, а когда вот такая комбинация вот y от x, c от x на экспоненту может в ноль обращаться в точке x0? Только при c от x0 равной нулю, правильно, да? Так или нет? Или сомнения какие-то? Ну, конечно. c от x0 равно нулю. c от x0 равно нулю. Ну, а тогда вы что здесь получаете? c от x0 равняется, значит, что? Да, c от x0 равно нулю, я хочу быть, иметь. Что? А потому что никак я ведь не получу. Смотрите, вот y от x0 в ноль никак у меня не обратится, если я такое, не потребую такого. Это допусловие, это не то, что вот это c, c от x в точке x0 обращается в ноль. Ну, больше у меня нет вариантов, чтобы получить такое решение. Никаких других я не вижу. Может быть, вы видите, но если видите, то ошибаетесь. Итак, значит, c от x, что? Это известная функция f от x, да? Справа. Элементарное уравнение. Ищем его решение, удовлетворяющее нулю в точке x0. Как мы бы это написали? Это интеграл, была бы первообразная, но чтобы она в ноль обращалась, нужно выбрать удобную первообразную. Мы возьмем такую же и от x до x с ноликом, а дальше f от x, дальше идет e в степени интеграл от x с ноликом до x, dc, p от s, ds, dx. Ну, видите, делали на семинарах. Я сомневаюсь теперь, что вы делали. То ли вы не так делали, а может, я не так делаю. Ну, это вряд ли. Ну, так я сделал или нет. Элементарное уравнение проинтегрировал, причем использовал дополнительное условие. Совсем простенькое уравнение. Правая часть известна, и хочу, чтобы решение удовлетворяло нулевому условию. Ну, вот взял, в общем виде я написал бы интеграл от… Нет, здесь я… Нет, это правильно она была, это сказать, здесь от x с ноликом до x. Это я пока беседовал, что я не расставил. Так вот, еще раз. Взял общее решение, куда входит первообразное. Затем первообразную конкретизировал. Взял вот такую, это уже конкретное первообразное. Когда интеграл от x с ноль до x. Ну, мне неудобно брать по-другому. Именно так надо брать. И тогда в нуле обращается в ноль. Если я брать в обратном, мне неудобно. Это, по-моему, знак будет меняться. Я должен так взять. Могу и так, конечно, быть тоже в ноль. Но это не то. Значит, понятно, как я сделал или нет, еще раз. Может быть, как-то вы так напряженно, либо уже устали после обеда. Но надо все-таки успеть это закончить. Итак, а теперь тогда что? y от x равная y с волной от x. Получается как? Итак, берем вот эту c от x, подставляем и получаем это частное решение. Тогда это будет что? Интеграл не спеша, ну, тут переписывать нет смысла, подставлять, элементарно подставлять, элементарно знаки менять. Я просто аккуратно, не спеша, отслеживая, как мы должны знаки менять. y с волной от x, значит, я подставляю сюда, подставляю вот что, интеграл от x0 до x, f от xi, а теперь пойдет у нас тот интеграл, да? Тот интеграл пошел под знак, значит, он будет до xi, да? До xi будет интеграл до xi. Ну, значит, просто нужно перевернуть, что же у меня получается. Значит, если я здесь лучше переверну, будет е, ну, давайте так. Так, пишу, все, в уме, ну, вы тоже отследите уме, надо вам и в уме считать. Экспоненту пишу, е в степени минус, интеграл, этот перевернул от, стал минус, но стал от xi до x0, да? Вот здесь я поменяю пределы, минус поставлю, интеграл станет от xi до x0. Тогда здесь будет минус, интеграл, объединяю те два интеграла, от xi до x, p от s, ds, dc. Ну вот, фактически, нами решена задача, то, что мы поставили перед собой. Решена задача. Действительно, это будет... Единственное, что давайте здесь сразу я выделю. Вот эта функция, вот эта функция, не буду определения, это k от x к си, так называемая... Вот, значит, я могу написать, как это частное решение. Это свертка правой части, вот с таким, с такой функцией, ядром. Значит, k от x к си, это у нас что? k от x к си, это функция каши. Ее называют функцией каши. Функция каши. Функция каши. Ну вот, есть здесь какие-то вопросы по моим устным преобразованиям, но они тривиальные. Что? Нет, я не x0, я поменял во втором, смотрите. У меня вот там, где c от x выражение, я написал минус, но интеграл будет от к си до x0. А тогда с минусом, я объединил те два интеграла. Был интеграл от к си до x0, от x0 до x, как бы продолжение. И получился от к си до x. Понятно, да? Есть. Двигаемся дальше. Ну и две минуты, наверное, до... Результат теперь мы сформулируем в виде теоремы. Результат в виде теоремы. На теореме и закончим. Я думаю, успеваю за две минуты. Две минуты. Две есть. Теорема. Запас на следующий раз. Теорема 2. Уже немножечко сложнее. Пусть p от x, ухожу сюда, потому что здесь не хочу стирать. Пусть p от x и f от x непрерывны. Тогда линейное неоднородное уравнение, ну то, что, которым я не продолжаю первого порядка, не продолжаю, имеет единственное решение, удовлетворяющее условию каши y от x0 равен y0. Доказательство было вверху. Доказательство было вверху. Вот то, что мы сделали, проделали. Мы предъявили решение, единственным образом построенное и удовлетворяющее этому дополнительному условию. состоящее из двух частей. Так, ну, пожалуйста, в следующий раз я не хочу опять вас задерживать. Правило у меня такое не задерживать вас. В следующий раз я еще какие-то комментарии по этому поводу теоремы продолжу. Это у меня даже план из СК превысил. Так что ничего страшного. Все, на этом мы закончили. Спасибо. Итак, значит, на чем мы остановились? Мы остановились на том, что фактически дали вариант формулировки вот такой первой, более-менее серьезной теоремы, еще не слабой, сложной теоремы. Теоремы существования и единственности решения линейной задачи. Я повторюсь, потому что я хочу дать еще и геометрическую интерпретацию той же теоремы. Это полезная вещь, поэтому я напомню, на чем мы остановились. Итак, вот наше линейное уравнение, изучаемое на этом этапе. dy по dx плюс p от x. y равняется f от x. Мы будем вести речь о рассмотрении начальной задачи на промежутке вот таком. Ну, или давайте не буду, буду сразу скажу, что у нас p от x, f от x. Они у нас принадлежат классу непрерывных функций на ab. То есть при x, принадлежащих промежутку ab, в данном случае интервал я пишу для удобства, потому что это может быть и бесконечный, вся числовая ось, либо полубесконечный промежуток. Конечно, результаты где-то, потом будет понятно, что результаты справедливые, те, что будут изложены ниже, и до случая, когда это отрезок просто. Вот такая задача. Значит, мы с вами поставили задачу Каши для этого уравнения. y от x с ноликом равняется y с ноликом. x с ноль. x с ноль принадлежит ab. Это некоторая точка внутри рассматриваемого множества. И сформулить теорему. Я дам еще одну. Значит, что фактически, в чем состояло утверждение той теоремы? Что при вот этих условиях, которые я сформулирую теперь в виде гладкости на функции p от x и f от x, существует единственное решение задачи Каши. Ну и так я коротко сказал о схеме доказательства, но теперь я эту же теорему сформулирую на геометрическом языке. Итак, теорема. Ну пусть это будет локально номер введем. Номера локально сейчас вводим. Номер один, это задача будет. Теорема. Значит, пусть... Вот подчеркну еще это в теореме, потому что, ну, либо вы должны заранее говорить это в виде условия, либо что это условие, либо внутри теоремы. Здесь я лучше внесу в теорему. Пусть p от x, f от x, ну, давайте по-другому напишу, непрерывные на АВ функции. Тогда, вот на геометрическом языке, немножко по-другому теорему, хотя это смысл ее тот же самый, что и в теореме, которую мы формулировали в конце предыдущей лекции. Тогда через любую точку x0, y0 полосы x принадлежит A, B, A, Y, вот так, напишу, всей числовой прямой, ну, либо от минус до плюс бесконечности. y принадлежит R, проходит, это теорема существования, вот в таком виде, проходит одна, ну, пока нет еще единственности, дальше, и только одна. и только одна интегральная кривая, интегральная кривая, ну, это график решения, интегральная кривая, напоминаю, одна и только одна интегральная кривая, уравнение уравнение ну один это вся задача, поэтому я напишу в в один, уравнение в один ну а теперь доказательства даже обсудим с вами совместно, потому что я схему рассказал и там фактически все было но сейчас еще раз напомню, потому что там мы о единственности не успели говорить сверх программы, мы работали и о единственности мы не говорили итак ну начнем с чего первый этап доказательства это существование доказать существование как вы думаете это будет производиться вот так если кто-нибудь какую-то гипотезу выскажет на основании чего это будет сейчас делаться есть предложения какие-то ну в прошлый раз мы с помощью метода вариации постоянной фактически получили форму, да, фактически нашли это решение итак существование доказано нами в методе вариации постоянной фактически мы предъявили формулу как решение выглядит в методе вариации постоянной ну что это значит мы предъявили формулу а формула как выглядела у от х вот это решение равняется и как оно состояло мы нашли с вами то что мы делали методом вариации постоянной нашли специальное решение неоднородного уравнения удовлетворяющее нулевому начальному условию ну а перед этим мы разделением переменных нашли решение однородного уравнения удовлетворяющего не нулевому начальному условию и так у от х напоминаю эту формулу она у вас есть но все равно лучше записать чтобы лучше запомнить на е в степени интеграл от х0 до х минус п от с д с вот это то смотрите если х равняется х0 экспонента единицы и тогда у от х равно у с ноликом то есть удовлетворим начальному условию плюс плюс вот то что мы нашли собственно с помощью подстановки в специальном виде отыскивая решение неоднородного уравнения да ну значит плюс интеграл от х0 до х а дальше идет та функция еще раз повторюсь которую мы назвали функцией каши но я ее выписываю в явном виде а это будет е в степени минус интеграл от кси до х п от с д с вот это функция к от x кси функция каши ф от кси д кси это есть решение так что тут ну если х положить х0 удовлетворяется дополнительное условие а все остальное это есть решение по способу его нахождения вот эту формулу мы получили как решение отыскивая решение и так с первой частью мы справились вот предъявили что есть решение дальше вопрос о единственности остался ведь единственность а вот единственность 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 мы будем вот сейчас использовать такой практически очень простой прием который работает во всех классах линейных задач во всех классах линейных задач он работает. Вы уже практически в том или ином виде с ним сталкивались в линейной алгебре, но и будут и в краевых задачах, и во всех линейных задачах вот этот прием работает. Это математический, ну а здесь он тривиальный. Ну и там он несложный вообще. Одна из самых простых теорем по установлению единственности для линейных задач. Это очень простая теорема. Если чуть-чуть понимаете, то тогда это очень просто делать. Итак, единственность. Вы предполагаете, что... Как это делается в линейных задачах? Предполагаете. Предполагаете, от противного идете. Предполагаете, что существует... Что существует... Ну, если не единственное. Противное что-то предлагаем. Ну, два, да, например. Y1 от X и Y2 от X. То есть вот то уравнение в один. Каждое из них превратит тождество. Ну, тогда каждое из одного тождества, вычитая второе тождество, я не переписываю эти тождества. Это в уме мы легко проделываем. Тогда вы для разности V аргументы тоже не пишу. Y1 минус Y2 получаете... Что вы получаете? Какую задачу мы получим для разности? Ну, смелее кто-нибудь. Какую? Громче чуть-чуть. Конечно, задачу Каше. И для той была... Для каждой была задача Каше. И для разности задача Каше. Но какую особенность у этой задачи? Какова особенность этой задачи? Какова? Ну, если вы ищете вот это уравнение вот тому, что ушло, но у вас-то перед вами. Уравнение такое будет. DV по DX плюс P от X V А что справа у нас? 0, конечно. 0. А что в начальном условии? Для V Какое начальное условие для V? 0, конечно. V от X 0 равняется 0. Вот получается однородное уравнение с нулевыми дополнительными условиями. Но вы помните выше, когда мы рассматривали однородное уравнение, мы в качестве замечания к нашему исследованию сказали, что однородное уравнение с нулевым дополнительным условием имеет единственное только одно решение, но и оно тривиальное. V равное 0 удовлетворяет это. Силу единственности решения этой задачи V от X равно 0, отметьте себе, что это было отмечено при рассмотрении однородного линейного уравнения. Но почему я так долго об этом говорю? Это прием-то простой очень и проходит через все задачи. V от X тождественный ноль в самом деле. Ну и отсюда следует легко, что, ну что же это значит, что Y1 от X равняется Y тождественной, Y2 от X это одно и то же. Нет других решений. Тем самым мы завершили доказательства теоремы существования и единственности для линейного однородного неоднородного уравнения первого порядка. Понятно доказательство? Еще раз говорю, вот оно такое же и в кривых задачах и в других классах, более сложных классах линейных задач. Если у вас однородная задача, ну это имеется ввиду возможность с дополнительными условиями, имеет только тривиальное решение, то тогда неоднородная не может иметь, она еще должна иметь, но не может иметь более одного решения. Ну простой такой факт, который мы сейчас обсудили. Итак, двигаемся дальше. Теперь переходим к такой классической, важной, фактически стандартной теореме курса дифференциальных уравнений. Вы ее найдете везде, но мы обсудим некие детали, значит, эту теорему вы должны чувствовать, потому что вот если вы не знаете этой теоремы в курсе дифференциальных уравнений, так вы тогда ничего не знаете. То, что вы там какие-то будете рассказывать о чем-то, это будет ну ни о чем, мягко говоря. Итак, параграф 2. Параграф 2. Значит, теорема существования и единственности, ну, коротко называть теоремой существования единственности, конечно, речь идет теоремой существования единственности, решения задачи Каши, ну, здесь я полное название даю, но обычно, когда говорят о теореме существования и единственности, он понимает, что к какому-то объекту это привязано. Теорема существования и единственности решения задачи Каши, другое название, начальной задачи, не пишу это, задачи Каши, для скалярного ОДУ, ОДУ, ну, еще раз подчеркну, все о нем расскажу, первого порядка, всю классификацию, хотя мог это не делать, но напоминаю вам и классификацию. Итак, будет рассматриваться следующая задача. Постановка задачи. Еще раз подчеркиваю, что постановка задачи, ну, один из основных элементов рассмотрения объекта. Вы должны вначале понять, что вы, какую задачу ставите, какие условия должны быть сформулированы, затем получить схему, предложить исследование, а потом получить результат. Итак, постановка задачи, ну, сюда же внесем основной результат, то есть основную теорему, основной результат, имея в виду основную теорему, теорему существования и единственности. Рассматривается задача нелинейная. Вот здесь уже важным является то, что эта задача нелинейная. Конечно, то, что я сейчас буду рассказывать, для нелинейной задачи пройдет и в каком-то смысле может быть применено для линейной задачи, но это бессмыслно, это из пушки по воробьям. Вы видите, там есть простые теоремы, гораздо более простые теоремы, вот то, например, то, что мы сформулировали. Итак, задача такая будет, y' равняется f от xy, постановка локальная, то есть не подчеркивается промежуток, где мы ее ищем. Это важный момент, я буду его обсуждать на определенных этапах. Здесь пока говорю, что вот мы хотим решать это уравнение в некой области, где мы сможем его решать. Но где-то мы еще что-то должны выяснить по отношению к функции f что-то уточнить. Итак, задается дополнительное условие задачи Каши. y от x0 равняется y с ноликом. Вот это будет по этому параграфу пошла новая нумерация, я говорю, что это локальная нумерация, и эта задача будет задачей 1. Нумерация пошла по параграфу. Понятно, да? Что потом ту забудительную нумерацию, то осталась локальной нумерацией в предыдущем параграфе. Итак, ну, значит, что мы хотим? Установить условия, при которых на некотором промежутке x решение этой задачи существует. Значит, ясно, что это не всегда. Выше это, говорят, тривиально мы сделали. Там простая задача. Здесь f вообще, говоря, не линейность. Итак, теорема существования единственности содержит два требования. Вот себе надо сразу зафиксировать два требования. Почти как во многих теоремах эти два требования формулируют, что они должны формулировать? Некие условия гладкости правой части. Вот что они формулируют. Ну, а затем тогда будет результат. Итак, я буду номеровать их условия так. У 1 ну, еще появится У 2, как я сказал. Итак, У 1. Значит, пусть f от x y определена про свойства пока не говорим, что там хорошим образом, но определена в некоторой области g от x y ну, значит, при x каждая точка например, я могу писать x, y принадлежит f от x, y определена при x, y принадлежащем g. Ну, иногда буду пользоваться символами, иногда буду текстом. Это все равно. g от x определена в области g x, y а вот эта область должна вот будет содержать содержащий напишу полностью содержащий прямоугольник. Это удобное выделение, потому что область есть, внутри нее всегда ну, выделим маленький прямоугольник, какой-то маленький, большой, будем уточнять, в котором еще что-то больше потребуем, чем просто то, что она определена. прямоугольник прямоугольник обычное стандартное обозначение его d определяется он так модуль x минус x0 меньше равно a черту вверху не ставлю, хотя прямоугольник как вы видите замкнутый, то есть включающий вот это множество включает границы. Но черту для краткости не ставлю, мог бы ставить черту. А мне открытый не понадобится, поэтому экономлю на этом. x0 минус x минус x0 меньше равно a y минус y 0 по модулю меньше равно b где где вот так я все это в требование внес. f от x y непрерывно. Вот в этом прямоугольнике она уже непрерывно. В замкнутом прямоугольнике непрерывно. Непрерывно. Ну и дальше удобно сразу же в требование внести то, что можно иногда в следствие вносить. Но лучше в требование, потому что условия теоремы будут связываться с этими требованиями. Непрерывно. И вот я ну раз непрерывно ну значит что? По соответствующей теореме Верштрасса на замкнутом множестве ограничено. Непрерывно и следовательно существует существует большое обычное использую. М большое больше нуля такое, что модуль F от x y меньше равно m x y принадлежит d. Ну это следствие фактически, да? Ну в качестве этого м что можно выбрать? вот там в самом деле иногда это лучше как можно меньше взять это m. Ну иногда то что удается то и берут. Если не удается взять точную нижнюю границ всех констант. Значит что можно взять было бы в качестве этой функции в качестве m? Ну кто так помнит? Ну что можно было взять? m могли бы взять максимум по d модуля f от x y. Правильно? Этот максимум достигается в силу соответствующей теории верши трасса. Ну это так напомнил должны знать это. Это первое условие и второе условие O2 его называют условием липшица или можно условие включить чтобы легче запоминали функция функция f от x y удовлетворяет в d условию это условие которое ниже вот это его название условие липшица p здесь липшица если кто-то не видит липшица иногда подчеркивает но я вообще не видел чтобы где-нибудь применяли мой опыт математический довольно большой чтобы применяли условия липшица по независимой переменной это поисковые функции обычно ну вот давайте я здесь подчеркну ну вот иногда в каких-то условиях подчеркивают считают важным ну должны понимать что конечно по переменной y по переменной y вот условие липшица выглядит так значит модуль f от x y 1 минус модуль f от x y 2 это в области d но здесь x и y находятся в области d меньше равно n на модуль y 1 минус y 2 ну где n называют постоянной липшица n постоянная липшица ну естественно она не зависит от ни от x ни от y это постоянная вот для этой функции в этой области но ясно область меняется постоянная липшица может меняться ну вот это два условия значит все вот эти условия позволяют нам доказать ну сейчас сформулируем сейчас теорему и доказать теорему существования единственности решения задачи 1 задачи каши для нелинейного уравнения ну я так в виде простенького замечания вас привлекая опять к обсуждению сделаю замечание следующее у2 у2 выполняется вот какое вы можете дать достаточные условия выполнения это вы все знаете я к вашим знаниям обращаюсь не к догадкам и не к гипотезам а в принципе к знаниям вашим обращаюсь у2 выполняется вот некое достаточное условие выполнения у2 какое если что что ну смелее ребят а тогда зачем если если f2 у2 выполнялось при выполнении у1 то тогда у2 было бы не нужно равно равномерие не прижалили тоже маловато ну значит ну какое достаточно условие ну конечно уже ближе потому что сейчас вы говорите это ближе если f по y от x y непрерывно в d ну замкнутые области это замкнутые области если она непрерывно случай непрерывный ну конечно может случиться это достаточное условие там еще это не выполняется а все-таки условие липшица выполняется понятно что это достаточное условие это более жесткое условие чем условие липшица но если вам удается проверить вот это условие ну конечно тогда вы можете применять теорему существования единственности а это кстати вы должны уметь там оценить ну собственно практически занять этом тестирование будет примерно такое когда вы когда вы будете ну вот использовать теорему существования единственности для конкретной начальной задачи исследовать оценивать промежуток существования решения вот собственно для чего может быть это условие полезным и так ну значит пожалуй я на этой доске сейчас еще маленькое действие совершу и перейдем на другую доску как обычно мы работаем опять группа 203 сегодня ассистирует мне и в перерыв подготовит доски значит теперь я ну дам некую ну давайте чтобы не уходить здесь рядом уже потом перейду туда а здесь мы даже оставим эту картинку значит картиночку я попрошу оставить я начну продолжать буду продолжать работать после перерыва на этой доске на той доске вернее а картиночку я буду на нее еще кое-что показывать чтобы заново хотя бы могу вас отсылать к вашей картиночке но все-таки лучше оставить итак дадим некоторую геометрическую интерпретацию геометрическую интерпретацию для того чтобы было понятно формулировка теоремы геометрическая интерпретация поступим таким образом вот у нас будет плоскость я художник не то чтобы очень здорово рисую постараюсь как можно более понятно нарисовать а вы нарисуйте еще лучше мне масштаба хватит вот где-то здесь у нас есть . . это ось y это ось x это x с ноликом это y с ноликом и и вот выделять был и грек ноль плюс минус b вот это нижние границы прямоугольника проведу это и грек ноль про ну давайте так проведу даже так пока не ясно это и грек ноль и грек ноль минус b здесь примерно такое же расстояние провожу и грек ноль плюс b а дальше проведу прямые образующие так называемый характеристический там в кавычках можно будет взять характеристический треугольник ну уж тут две скрещивающиеся прямые пересекающиеся ну и там вертикальные углы мы будем их использовать и так провожу следующим образом ну так вот примерно должен ну могу чуть чуть так одинаково так вот провожу значит это будет у меня прямая y y равняется y ноль плюс плюс m плюс m на x минус x ноль минус м минус м минус м ну теперь сейчас будет понятно почему я это взял yani т.к. пересечения конечно это симметричная картинка ну и она у меня почти получилась координаты этой точки ну как найти точку пересечения например вот этой прямой с этой с этой ну приравнять и тогда какие координаты этой точки? будут какие, в уме можно решить это уравнение, давайте я выпишу, вот эта точка, это x, точка пересечения x0 плюс b на m, плюс b на m, ну это несложно посчитать, да, x0 плюс b на m, аналитическую геометрию помните немножечко, правильно, ну написали, нашли общее решение, две кривые написали и нашли, не буду это вычислять, так вот смотрите, теперь важно вот что, где, ну нет, во-первых, вот что важно, вот если мы, это себе можете зафиксировать даже словами кое-что, если мы выпустили интегральную кривую из этой точки, она не может покинуть вправо, выпустили интегральную кривую из этой точки вправо, она не покинет характеристический угол, образованный этими прямыми, ну вот это назовем, вот этот характеристический угол, Чтобы слова были. Ну, конечно, это так вот, в кавычках, в некотором смысле характеристически, для удобства. Итак, интегральная кривая, если она существует, выпущенная, например, вправо, не покинет характеристический угол. Понятно это почему? А почему? Почему? Надо вспомнить геометрическую интерпретацию, которую мы во вводной части делали. Значит, тангенс угла наклона, значит, касательная, вот интегральной кривой, в силу того, что модуль f меньше равен m, да? Ну, вот, значит, меньше, чем... А это вот как раз максимальный угол наклона, да? Тангенс угла наклона максимальный у этой кривой, прямой. Значит, интегральная кривая, выпущенная вправо, не покинет этот характеристический угол. О чем я хочу сказать? Я хочу сказать о том, что когда мы можем что-то гарантировать, использовать какие-то условия, например, условия гладкости, пока мы находимся в прямоугольнике, где мы потребовали выполнения неких условий. Поэтому важным является, важным является, где расположена, вот, например, вот эта точка x0 плюс а. Она может быть расположена левее этой точки, а может быть, x0 плюс а, понятно, что это я обозначаю, потому что я сдвинул ее. Здесь может быть, а может быть здесь. И тогда что? Вот если она находится левее, в точке x0 плюс b на m, то тогда интегральная кривая заведомо, если существует, не покинет наш прямоугольник. А вот если правее, то может покинуть через верхнюю границу. И в силу этого мы ничего не знаем, что будет происходить дальше. Она покинет область гладкости, и все. Мы ничего не можем говорить про существование, ну, использовать условия нашей теоремы. Ну, это вот предварительное такое обсуждение, простое. Ну, еще задумайтесь над ним. Это очень полезно будет задуматься. И я сформулирую теорему, и уйду на ту доску, еще 5 минут будет. Теперь теорема. Теорема 1, главная теорема в этом параграфе. Обычным образом формулируется. Пусть выполнены условия, ну, теперь те условия, которые мы сформулировали выше. Стандартная формулировка любой теоремы. Условия О1 и О2. Тогда... Вот теорема существования единственности. Тогда решение задачи 1 существует и единственно на... Единственное, на... Существование единственности будет на неком промежутке. На отрезке промежутки. На промежутке... На промежутке... Х0 минус H по Х, куда она может пройти... Х0 плюс H. И это тоже нужно... Вот следующее простое. Такое определение этой H нужно запомнить. Потому что она фактически и дает оценку промежутка существования решения. Где H равно... Продолжаю сюда. Равно минимальное. Вот понятно, вот теперь картиночка понятна. Для чего я приводил. Минимальное из двух величин. Минимальное из А и второго В, деленное на М. Минимальное из этих двух чисел. Тем самым ясно, что если функция F больших значений достигает по каким-то причинам в области, то тогда и градиент у решения большое. Он быстро... Решение быстрое, производное большая. Растет быстро и может покинуть очень быстро прямоугольные гладкости. Вот в чем вся проблема. Понятно это, да? Вот теоремка очень простая. И еще раз говорю. Ну вот если не знаете этой теоремы, значит вы этот курс дифференциальных уровней вообще не слушаете. Даже не нужно начинать обсуждать его. Итак, значит... Ну картиночку будет нужно оставить после перерыва. А пока мы перерыв не делаем, мы переходим на левую доску и продолжаем работу. Итак, ну значит, сформулировали теорему. Ее надо доказывать. То, что я нарисовал, ничего не доказывает. Это только интерпретирует формулировку теоремы. И объясняет, почему появилось такое число H в оценке промежутка существования решения. Понятно, да? Значит, это никакое не доказательство. Значит, доказательство должно быть ниже. Значит, я сделал такое замечание. Ну я и здесь рисовал на картиночке. Значит, будем рассматривать... Будем рассматривать... Ну как часто бывает, если говорить, например, X, это может быть в самом деле временем, T обозначить можем. И обычный процесс вправо в области возрастания. Хотя начальная задача, решение можно осматривать и вправо, и влево. И формулировка теоремы такая. Но все-таки для удобства изложения ничего, ну не теряющего, не теряющего никакой общности, чтобы лишний там формул не писать, я буду использовать только решение, рассматривать существование решения вправо от точки X0. Будем рассматривать существование решения при X больше равно X0. Понятно сделать замечание? Вот дальше, чтобы мне там модули не писать, оценки легче было делать. Ну и, собственно, доказательства основываются на ряде лем, которые сами по себе полезны, ну с разных точек зрения. С одной стороны, вы учитесь математическим, несложным, но фактически классическим математическим доказательствам. Это первое. Второе, ну понимаете, как строится цепочка рассуждений. А остальных просто лем и полезны. Ну и в конце концов, вот эти ряд лем в конце концов дадут доказательство основной теоремы. Значит, доказательство основной теоремы основано на ряде лем. Ну, начинаем с первой. Фактически первой. Тоже общепринятый, общий математический результат и подход. Нелинейную задачу часто сводят, переходят от дифференциального уравнения к интегральному уравнению, что бывает весьма удобно в доказательствах. Ну и мы здесь по этому пути и пойдем. Ну, есть и другие пути, но этот путь наиболее универсальный, поэтому вот я предлагаю, и с вас это будет спрашиваться, вы должны освоить именно этот путь. Итак, итак, пункт, вернее, там один пункт был, давайте поправим на два, потому что один был занят под постановку. Пункт два. Значит, лемы эти будут в этом пункте два. Значит, пункт два содержит вот что. Метод последовательных приближений. Последовательных приближений. Приближений. Ну, иногда его пишу, я не знаю, почему так называют. В нашей литературе это не общепринято, но как-то сейчас какие-то переводные есть книги, но употребляют для этого метода метод Пикара, конечно, хотя это, конечно, как-то так. Ну, раз называют иногда, чтобы вы, столкнувшись, понимали, или услышав, понимали, что это такое, это есть то же самое. А это вообще, говоря, общий математический метод, конечно. Вы будете слушать этот метод, его вариацию в интегральных уравнениях, там принцип сжимающих отображений. Ну, я скажу, когда там о принципе сжимающих отображений, скажу в соответствующий момент. А здесь, ну, такой классический метод последовательных приближений. Метод Пикара. Метод. Но еще раз, это так не очень употребительное в нашей отечественной литературе название. Итак, я сказал, это будет ряд лем, четыре леммы, ну, не обязательно их сразу вписать, что их четыре, и начнем с леммы один. Как я сказал, фактически, сведение нашей задачи один к интегральному уравнению. Итак, лемма один. Пусть f от x, y непрерывно в d, тогда задача, задача один, наша начальная задача исследуемая, эквивалентна следующему интегральному уравнению, уравнению, рассматриваемому, чтобы идти от неких сложностей, в классе непрерывных решений. И вот это интегральное уравнение я выписываю. y от x равняется y с ноликом, фактически оно как будто вы интегрируете, перебрасывая на правую неизвестную часть. y с ноликом плюс интеграл от x с ноликом до x, f от x, y от x до x. Доказательства, значит, лему самооставки, доказательства этой леммы мы проведем после небольшого пятиминутного перерыва. Итак, лемма об эквивалентности, первая лемма, их будет четыре, как я сказал, первая важная лемма об эквивалентности исходной начальной задачи вот такому интегральному уравнению. Ну, значит, доказательства. Значит, как любая теорема лемма об эквивалентности, нужно пройти в две стороны. Надо показать, что, ну, значит, что здесь? Первое действие, как всегда, два действия. Первое. Пусть это решение, ну, так и начнем. Пусть y от x решение задачи 1, лежащая в d, в прямоугольнике гладкости в данном случае, лежащая в d. Значит, что тогда? Вот если мы подставим, и это y от x, ту задачу, обратиться в верное равенство уравнения, тождество, тогда интегрируя вот тождество, то, которое получается после подстановки, тождество, тождество вправо буду интегрировать, хотя здесь сидеть неважно, но так в целом все-таки буду, дальше будет заметно, что мне нужно вправо. тождество от x0 до x, принадлежащего чему там? Промежутку x0 x0 плюс h. h – это то же самое, что было введено нами выше, да? Так что я не ввожу на обозначение. При x ближайшем вот такому получим, интегрируем, получим, что y от x равняется y с 0, учитывая начальные условия, плюс интеграл от x0 до x, f от от x y от x d x. То есть, если удовлетворяется уравнение, то это является, на этом промежутке по x, является решением интегрального уравнения. Удовлетворяет это тождество и это тождество, интегрировали это тождество. Удовлетворяет интегральному уравнению. Давайте мы это интегральное уравнение, так, чтобы потом не забыть номер, но оно важное для ссылок, я его звездочкой обозначу, и когда буду говорить уравнение звездочка, буду иметь в виду вот это интегральное уравнение. Удовлетворяет интегральному уравнению звездочка, да? Обратно идем. Пусть что мы должны предположить теперь? Что y от x решение интегрального уравнения. y от x как я выше сказал, я не просто решение, потому что здесь могут быть и сложные решения. Я потребовал, чтобы это уравнение рассматривалось в классе непрерывных решений. Только непрерывные решения нас интересуют. y от x непрерывное решение значит интегральное уравнение звездочка. Тогда что? Тогда f от x y от x ну, здесь могут быть другие перемены. Какой будет функция? непрерывно, правильно? Потому что f была непрерывно, значит, это непрерывно, суперпозиция непрерывно. Непрерывно ну, при в d, ну, понимая, когда уже y от x подставили, то это все только по x. Непрерывно, правильно? Теперь что мы имеем? Можем мы... Вот если посмотреть на интегральное уравнение звездочка, значит, это решение, это уравнение. Под интегральное уравнение у нас... Под интегральное выражение у нас какое? Непрерывное. Интеграл зависит... Интеграл с переменным верхним пределом. Значит, если под интегральная функция непрерывна, то тогда результат дифференцирования производная интеграла существует и является непрерывной функцией. А это же равенство, потому что это решение. Значит, тогда существует производная y. Вот это важно. Здесь очень тривиально. В других задачах это сложный момент. Уже в краевых задачах это будет сложнее. А здесь это тривиально. Производное решение интегрального уравнения существует, потому что существует производная правой части. тогда тогда y штрих от x существует и ну чему равно? Ну тому, что вот мы сделали и равна y штрих равняется дифференцируем, подставляем верхний предел f от x y от x. То есть это тем самым это решение решение это опять тожество. Решение дифференциального уравнения. Кроме того, y от x с ноликом равняется y с ноликом. Ну посмотрите, очень просто. вот там если x равняется x с ноликом, то интеграл равен нулю и y от x с ноликом равняется просто y с ноликом. Лема доказана. Лема 1 доказана. Очень простая лема, но будет играть важную роль в нашей цепочке доказательств. Дальше собственно речь пойдет о самом методе последовательных приближений. он может быть реализован по-разному. Его реализуем довольно простым способом. Мы сейчас его реализуем достаточно простым способом. Значит, метод последовательных приближений. значит, для чего служит любой итерационный метод, ну, в данном случае метод последовательных приближений. Ну, ваш опыт или какие-то уже интуитивные догадки, либо сведения из семинарских занятий, что вам подсказывает. Вот для чего метод последовательных приближений. А может, надо исходную задачу прямо в лоб решать и все. Зачем нам последовательные приближения? Может, сразу к цели будем, а то последовательные будем приближаться. Значит, конечно, мы собираемся заменить нашу, вообще говоря, более сложную задачу цепочкой более простых задач, которые будут, как вот утверждает само заглавие, последовательно приближаться к решению. Вот наша цель. И, как правило, для итерационных методов и методов последовательных приближений, вы там и в численных методах уже что-то такое вы делали. Может быть, сразу не отождествляете с тем, что мы делаем сейчас. Ну, похожие вещи. Это процедура фактически линеаризации исходной нелинейной задачи, заменой ее исходной нелинейной задачи последовательностью более простых линейных задач. Ну, как это делается? Ну, делается это довольно просто. Вот в нашем случае как будем делать? Итак, будем вот такую итерационную задачу рассматривать. y'n равняется f от x для любой итерации x. А вот здесь хотим, ну, как ее линеаризовать? Ну, например, здесь уже что-то известное взять. Предыдущую итерацию y'n минус первая от x поставить. Ну, а оставить для y'n' в точке x0 все время будем решать с тем же условием, которое было у нас задано. Понятно, что это уже последовательность линейных задач. Чтобы запустить этот процесс, что нужно нам? Что нужно для запуска вот этой итерационной задачи? Ну, или я бы предпочел бы действовать, как мне привычно, y'n' значит, y'n' нужно, и процесс пошел, закрутился, выбираются y'n' в качестве нулевого приближения нулевое приближение значит, в качестве нулевого приближения y'n' от x ну, простое требование к этой функции. Это произвольная функция, но неким требованием дополнительно требовающая y' 0 от x непрерывная функция, ну, дальше немножко жаргона, хотя так применяется, я мог бы сказать, график, который целиком лежит в d, а вот эта функция лежит в d, понимаю, что ее график, вот любая точка x, y лежит в d. Лежащая вот в этом смысле, а если так совсем аккуратно говорить, график этой функции целиком лежит d, лежащая в d. Ну, значит, смотрите, вот если вы посмотрите, что, что у нас, теперь важно, как вы получите y'1, y'1 подставили y'0, вот сюда подставили y'0, получили y'1, y'1, сейчас мы все-таки сообразим, y'1 будет лежать в d? Ну, это зависит от чего? От чего зависит? И что это обеспечит? Конечно, будет, и это обеспечено ограниченностью f. Ну, давайте это прокомментируем. теперь итерационная последовательность определяется до любого номера n, до любого номера n, так как так как y'1' по модулю меньше равно модуля f от x'y меньше равно m и вот на ту картиночку теперь обращаюсь, и следовательно, следовательно, y' от x, интегральная кривая y' от x, это функция теперь, график функции на плоскости x'y, y' от x не покинет характеристический угол, то, о чем мы обсуждали в геометрической интерпретации, характеристический угол до в правой ду, до заведомо не покинет, до точки x равная x0 плюс h h определенно нами выше b на m, да? Не покидает, ну так же, как и там я рисовал. Во-первых, интегральная кривая существует, ну а почему каждый раз это уравнение разрешимо? А может, оно неразрешимо? Мы обсуждали во водной части, это самое простое дифференциальное уравнение. Ну и его решение как мы запишем. Итак, итак, yn от x выписываю решение каждой итерационной задачи для любого n равняется y с ноликом плюс интеграл от x с ноликом до x f от x y n минус первое от x до x и вот, как организован наш итерационный процесс. Это ключевой шаг мы сделали. Понятно, как итерационный процесс? В самом деле, он используется, его можно использовать и ну вот на практике, не линейная задача, конечно, задачи Каши сейчас достаточно легко и просто решаются на компьютерах, решаются довольно просто. Это гораздо более простая задача, чем краевая, например, задача, о которой мы будем говорить подробнее, я подчеркну, что их не так просто решать на ЭВМ, эти задачи, а эти можно решать. Но все равно иногда нам нужно получить какие-то аналитические приближения, и вы можете, удачно выбрав y0, получить в следующей итерации довольно неплохое приближение, которое можете использовать для анализа какого-нибудь процесса. Так что метод используется ну не только как теоретический метод, но и как практический метод. Значит, результат. Вот результат. Результат yn от x получено yn от x вот некоторая, ну вот таким образом построенная функциональная последовательность. функциональная последовательность. x в самом деле, хотя вы будете все время вправо, особенно сейчас это будет мне важно для упрощения, но x у нас принадлежит, ясно, что здесь пока даже это не суть важно было. x0 минус h x0 плюс h. Есть у нас функциональная последовательность. Дальше что с ней делать? Ну дальше, как я говорил, что мы должны с этой функциональной последовательностью убедиться, что при наших условиях она что сходится и сходится как раз к решению исходной задачи один задачи Каши. Лема-2 лема-2 ну вот такая наиболее, может быть, в каком смысле громоздкая, в самом деле не очень лема, утверждающая, что такая функциональная последовательность yn от x сходится равномерно. Итак, лема-2. Но это важнейшая лема вот в этой цепочке доказательств. Итак, лема-2. Значит, функциональная конкретно построенная нами при наших условиях, конечно, функциональная последовательность yn от x сходится равномерно. Равномерно. Значит, доказательство существенно использует условия липшица. Вот можно доказать существование решения, ну, более сложный способ, когда условия липшица отсутствуют, ну, там не будет оценки промежутка и так далее. Я где-то скажу об этом ниже, может, какой-то пример приведу. Но здесь доказательство используют, существенно используют условия липшица. и так реализуется доказательство следующим образом. Вводится в рассмотрение классическое доказательство. Здесь я в основном акценты расставлю, вы можете в том курсе лекции, который вывешен, например, на кафедральном сайте, посмотреть, а как я обещал вам, где-то через какое-то время появится учебник, который вы можете вот по этому курсу, и вы можете посмотреть его в библиотеке, наверное. Так, ну там тоже, я говорю еще раз, то, что я рассказываю, то вы отвечаете. Там что-то шире, что-то по-другому, акценты расставляются где-то, так что тут я все-таки в живом курсе лекции рассказываю немножечко по-другому. Итак, рассмотрим, ну это классический подход, вот на данном этапе это классический подход. Рассмотрим функциональный ряд вместо последствий ряд такой ряд а пойду, перейду-ка я на ту доску, чтобы здесь не стирать. Функциональный ряд S от X определенный следующим образом. Итак, да, ну функциональный последствий там есть, значит мы сейчас здесь настроимся на работу. Значит S от X S от X он будет у нас определяться таким образом, ну такие ряды даже вот я помню специально какие-то или сводящиеся к этим рядам у вас в теории рядов были такие ряды, ну где-то какую-то хитрость надо применить, чтобы к такому свести. S от X Y1 от X плюс Y2 от X минус Y1 от X мог аргументы не писать плюс Y3 от X минус Y2 от X плюс и так далее плюс YN ну чтобы не остался YN да, YN YN от X минус YN минус первая от X вот такой понятно как устроен устроен просто очень ряд. Ну что мы видим, что частичная сумма порядка N этого функционального ряда S N от X что произойдет? Все уничтожится кроме Y N от X и собственно исследование сходимости нашей функциональной последовательности мы сводим к исследованию сходимости ну и установление свойств сходимости этого функционального ряда. Оценки вот получим оценки оценки для членов ряда S X они простые и просто реализуются поэтому их даже можно не заучивать понимать на чем они основаны они основаны на втором условии на условии липшица фактически эти оценки и так ну первое что тут оценивать будем все разности оценивать ну и дальше понятно как они устроены значит Y2 от X минус Y1 от X по модулю будем оценивать меньше равно ну первый раз я не буду перескакивать формула для членов последовательности членов этой функциональной последовательности YN перед вами на левой доске ну тогда вы вот на левой доске видите YN равно значит тогда я буду этой формулой и пользоваться для того чтобы конкретно писать ну во-первых модуль слева справа ставлю модуль модуль интеграла меньше равен интеграла от модуля да так что такие простые вещи даже вам напоминать не буду а поэтому я написал здесь знак неравенства значит интеграл Y0 Y с ноликом в каждом случае для Y2 Y1 сократилось когда я вычитал вот я в ту форму использовал разность написал двух от X0 до X F от X Y от XI здесь да от XI Y лучше Y1 от XI по модулю минус F F от XI Y0 от XI D XI меньше равно теперь применяю просто второе условие условие Липшица применяю значит что я делаю вот для этой разности использую условие Липшица постоянную Липшица N выношу за знак интеграла меньше равно N а интеграл будет от X0 до X еще раз буду сказал вот теперь я хочу пользоваться тем что X у меня будет больше X0 вправо иду X0 модуль модуль чего тут Y1 от XI минус Y0 XI D XI а дальше чтобы вы сделали вы оценку как бы усилили продолжили на этом мы можем какую-то оценочку сделать вот на модуль стоящий под знаком интеграла оценочку какую предложить ну самую грубую и она будет самой правильной вот Y1 минус Y0 по модулю чем заведомо ограничено 2B совершенно верно мы не уйдем из прямоугольника меньше равно 2B меньше равно 2 вот эта двоечка это постоянный будет отсюда вышло и уже дальше останется 2B вышло вот из разности этой потому что это произвольная функция 2B 2B N на интеграл от X0 до X ну это я даже зря написал от чего от Dx ну раз написал так написал от Dx значит ну а это равно 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 2B N на X минус X0 меньше равно вот здесь я пользуюсь видите здесь пользуюсь тем вот это неравенство не пишу модули никакие а тем что X у меня больше X0 здесь это X минус X0 у меня положительно да ну не отрицательно X минус X0 ну и меньше равно если я захочу усилить это на промежутке X от X0 до H 2B N H вот такая несложная цепочка простых сейчас чуть-чуть ускорим чуть-чуть ускорим ну чуть-чуть ускорим не сильно но ускорим следующий член чтобы было понятно я не буду проводить метод математической индукции до конца но будет сразу ясно как его провести тривиально это сделать поэтому я на какой-то момент остановлюсь но все-таки здесь покажу как будет работать еще на следующем шаге итак еще следующий шаг следующий член оцениваем Y 3 от X минус Y 2 от X по модулю меньше равно пропускаю использование итерационной выражения итерационной последовательности пропускаю сразу использую неравенство Липшица или условия Липшица меньше равно н на интеграл от X0 до X модуль чего-то должно быть ну-ка помогите мне чтобы я чувствовал что вы включились что я здесь какие ну на единичку понижается конечно здесь это выражалось через Y2 это через Y1 модуль Y2 от X минус Y1 от X меньше равно от X меньше равно продолжаю 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 и пишу что 2B беру для Y1 минус Y2 оценку полученную выше да ну пишу 2B N квадрат 2B N квадрат а здесь будет здесь не перехожу к этой оценке загрубит результат вот эту оценку не надо применять на этом шаге вот эту применяю потому что это загрубит результат вот на этом шаге я применяю вот это неравенство 2B N квадрат значит интеграл ну это оставлю чтобы вы видели от X0 до X X минус X0 DX ну и это это что ну равно 2B интегрируем значит это квадрат получается равно 2B N квадрат X минус X0 X минус X0 в квадрате да квадрат на единичку повысил еще помним как интегрировать деленное на 2 но удобнее мне сразу чтобы улавливая последовательности я напишу что здесь стоит у нас 2 факториал но это то же самое что 2 и так ну и меньше равно окончательную оценку буду использовать но для следующего шага я должен использовать вот эту так же а не перескакивать на окончательную оценку меньше равно 2B 2B N квадрат H квадрат деленное на 2 факториал ну уже понятно как будет последовательность моих действий на следующих шагах да я позволю себе сказать что применяя метод математической индукции ну что бы я должен предположить что вот такое выражение верно на шаге N показать что оно верно на шаге N плюс 1 я это пропускаю здесь очевидно уже закономерность видна получим или получаем правильно будет правильно сказать получаем применяя получаем применяя получаем итак метод методом я его не реализую понятно как да что тут уже почувствована задача мат индукции получаем получаем Y ну для для члена для N члена Y N от X минус Y N минус 1 от X по модулю значит меньше равно 2B никуда не пропадает 2B это постоянно вышло из первого шага она бежит везде одинаковая а дальше а дальше что N в степени N большое постоянно липшится N в степени N минус 1 ну и ну могу написать конечно X минус X 0 в степени N без единицы на N минус 1 факториал меньше равно 2B 2B а здесь объединю N H в степени N без единицы деленное на N минус 1 факториал N вот почти и вся работа в этой леме что мы получили с вами что как что мы получили вот мы что-то считали считали а что получили конечно получили для членов нашего ряда мы получили что конечно мажорирующий числовой ряд и так фиксируем вот действительно вот для чего работу делали так я сразу ее и обозначил уже получили результат и так в силу того что результат фиксируем значит в силу того что члены нашего функционального ряда мажорируются по абсолютной величине числовым рядом сходимость не буду устанавливать я каким образом можно сходимость установить ну например до ломбера здесь работает прекрасно сходимость которого легко устанавливается в скобочках например по признаку до ломбера да совсем недавно вы этим занимались так что еще помните то что что следует значит вот отсюда вот то что фраза плюс то что я сказал отсюда следствие какое s от x сходится абсолютно в абсолютное величине мы бы взяли оценили члены абсолютно абсолютно и равномерно правильно ну вот вы сдали сейчас еще многие сдают наверное уже ну не многие отдельные сдают еще этот материал да предыдущего семестра но основная масса вот здесь сидит что-то уже продолжает учиться и так сходится абсолютно равномерно значит отсюда следствие какое отсюда следствие следовательно y n от x сходится равномерно равномерно ну вот фактически мы доказали лему равномерной исходимости построенной нами функциональной последовательности ну с помощью которой мы хотим фактически установить существование решения исходной задачи двигаемся дальше ну действительно вы не так давно это все учили поэтому легко вам напоминать а вы фиксируйте все равно потому что должны будете потом забудете концу сейчас вы еще у вас эти знания свежие потому что вы совсем недавно сдали экзамен по математическому анализу а к концу этого семестра уже новые знания наслоившиеся будут вытеснять ваши старые знания и тогда кое-что вы забудете итак лема 3 утверждает следующий нужный нам факт значит функциональная последовательность yn от x вот наша построенная нами последность сходится ну то что равномерно я даже здесь не подчеркиваю это выше было уже установлено сходится к непрерывному решению и уже дальше понятно что тут будет уже почти больше чем пол дела сделано к непрерывному решению интегрального интегрального уравнения звездочка это уже основано почти все почти все основано на том что вы знаете из предыдущего семестра значит ну напоминаю yn от x непрерывные непрерывные более того они дифференцируемы но тут это слишком много даже непрерывные функции y y n от x установили вверху обсудили это сходится равномерно ну что это значит существует тогда предел лимит при ну вот лимит при n стремящемся к бесконечности y n от x равный y от x это если сходится функциональная непрерывная функция равномерно то предельная функция какая непрерывная непрерывная а теперь а теперь написано у нас чтобы не переписывать еще раз из равномерной сходимости y n от x следует что мы можем вот фиксируйте себе опять стандартный прием из равномерной сходимости y n от x следует что мы можем перейти к пределу при n стремящемся к бесконечности значит переходя к пределу пределу при n стремящемся к бесконечности в выражении для y n от x давайте мы у вас это ближе и отметьте ну номером какие там у нас номера были заняты вот y n от x там где выражение вы вернитесь немножечко а я не буду возвращаться номер ставить я его мысленно поставлю y n от x где выражено через f от x y n минус 1 от x номер 2 присвоим для y n от x 2 значит и так и так равномерное еще раз фиксируем равномерная сходимость y n от x которую мы установили является достаточным условием для перехода к пределу выражение 2 ну это выражение y n от x которое мы присвоили 2 там нет 2 но мы договорились что вы у себя присвоили я это имею ввиду ну тогда что получим переходим к пределу под знаком интеграла слева предел существует ну и справа значит существует но и более того под знаком интеграла можно перейти получим значит y от x равняется y с ноликом плюс интеграл от x с ноликом до x f от x от x y от x d x то есть то есть y от x предел нашей функциональной последствии в скобочках напишу только предел предел удовлетворяет интегральному интегральному уравнению звездочка интегральному уравнению звездочка а через запятую напишу эквивалентному задачи 1 эквивалентному задачи 1 таким образом фиксируем наш результат таким образом что мы доказали вот что теперь что мы доказали попытайтесь мне помочь что мы доказали мы доказали теорему всю теорему 1 или нет а что мы не доказали мы уже три лемы доказали не только лем мы уже три лемы доказали что мы имеем вот уже вот на данном этапе конечно таким образом мы вот давайте доказали существование подчеркните вот только существование единственность еще не доказали существование решение задачи 1 ну конечно мне не хочется ну давайте я сформулирую жалко мне 2 минуты хотя бы хотел бы здесь закончить но все-таки в силу экономии времени я лему которую мы обсудим на следующей лекции это же через одну лекцию ой-ой-ой, опять перерыв у нас я сформулирую заключительная лемма устанавливающая единственность лемма 4 лемма 4 интегральное уравнение звездочка а в скобочках это так и комментарий дополнительный чтобы это понимать для чего и следовательно задача 1 имеет единственное единственное решение решение доказательство этой лемы будет вот фиксируем лему значит заключительная лемма в доказательстве очень важной теоремы будет проведено на следующей лекции ну значит оно отличается от возможно от того что вы можете видеть в других источниках мне кажется что оно наиболее простое и прозрачное и так на этом мы пожалуй сегодня заканчиваем все спасибо мы остались на том что в теореме существования единственности доказав три леммы получили результат существования решения начальной задачи для скалярного вообще говоря не линейного уравнения теорема классическая ее надо знать обязательно мы остановились на том что запланировали доказать единственность решения вот с этого мы собственно и начнем это лемма 4 завершающая доказательство теоремы существования единственности лемма 4 ну напоминаю мы доказали с вами эквивалентность исходной начальной задачи каши соответствующему интегральному уравнению ну и многие вещи доказывали исходя из того что получали результаты для интегрального уравнения также и здесь мы будем идти по этому пути лемма 4 фактически завершая доказательство это будет фактически результат единственности поэтому если вам вас просят доказать результат ну теорему единственности предполагая существование вот вот эта лемма и есть так сказать часть теоремы теорема единственности при условии что существование доказано итак интегральная Уравнение, интегральное уравнение, давайте я его выпишу, не буду ссылку, пусть оно будет перед глазами. y от x равняется y с ноликом плюс интеграл от x с ноликом до x, f от xy, y от xy до xy, вот такое интегральное нелинейное уравнение. Мы его обозначали звездочкой, ну и сохраним эту нумерацию, не выделяя ее специальным никаким образом. Интегральное уравнение, а в скобочках я напомню вам, эквивалентное, эквивалентное, либо равносильное, эквивалентное исходной задачи Каши. Это как бы такой фрагмент времени, напоминаю вам просто. Эквивалентная исходная задача Каши имеет, потому что она уже имеет решение, мы доказали этот факт существования, имеет единственное, значит то, что имеет уже доказано, единственное решение. Значит, вот доказательство я рекомендую такое, собственно, вы должны его уметь, если еще какое-то другое вы будете знать, и правильно им распорядитесь, тоже ничего, но это тоже должны знать. Доказательство простое, ну и эффективное, и часто применяемое в других классах задач, поэтому лучше его знать. Итак, доказательство. Ну, наверное, догадываетесь, как я уже говорил, в более простых задачах, это уже не простая задача, может, сложность возрастает. Доказываются такие теоремы предположениям от противного. Предположим, что это не так, ну, значит, предполагают, что существует, ну, по меньшей мере, два решения. Предположим, что существует противное, предполагаем, у1 от х и у2 от х, вот по меньшей мере, такие решения существуют. Решение, решение нашего интегрального уравнения, ну, и следовательно, исходной задачи. Введем функцию z от х, очень похоже на то, что мы делали для линейной задачи, но здесь сложнее рассуждение. z от х, равную y1 от х, минус y2 от х. Ну, значит, я это делаю в уме, а вы должны, ну, то же самое, простые вещи делаю. Значит, что значит это решение? Значит, каждый из них удовлетворяет, звездочка выполняет тождественное, что для y1, что для y2. Вычитая из одного другое, для z от х получим уравнение. Для z от х получаем уравнение, слова эти не оставляю. Ну, понятно, какое. Значит, вычитаем слева линейность, справа нелинейность. z от х, ну, от первого, второе вычитаем. y с ноликом сокращается, одно и то же для каждого. Ну, и получаем интеграл от х с ноликом до х, f от xi, y1 от xi, минус, лишнюю скобку не поставил, минус f от xi, y2 от xi. И скобочки закрыли декси. Ну, и это, как мы с вами выясняли, напоминаю вам, что вот эквивалентность, это была на каком промежутке по х? На каком? Вот х ноль до... Еще раз? Нет, не до а, до х ноль плюс h. h это, ну, минимальное из а и второе b на m числа, из двух чисел. Значит, х принадлежит х ноль, х ноль плюс h. Значит, это, до этого промежутка, это каждое из, ну, вот уравнение, это разрешимо, но и на каждом это решение. Поэтому вот промежуток предписан нам. Ну, на этом промежутке единственность устанавливается. Теорема как раз для этого промежутка формулируется. Итак, дальше мы поступаем следующим образом. Используем условия теоремы U2. Используем U2. Индекс визу я писал, по-моему, да? U2 условия липшица. Ну, что, тогда мы можем по модулю оценить, да? По модулю оценить модуль слева меньше модуль интеграла, меньше равен интеграла модуля, и тем самым модуль Z от X меньше равно N. N выскочит, постоянно липшится. Дальше вынесем максимальное. А под интегралом, под знаком модуля стоит что? Разность U1 от XI минус U2 от XI, да? Услой липшица помним. Значит, если мы это максимум оценим, ну, это какое-то число, его тоже можем вынести за интеграл. На максимальное по X от X, предлежащего X0, X0, X0 плюс H от, ну, Y, опять разности, ну, по X можем, это будет модуля Z от X, да? Модуля Z от X. Это справедливо при любом X. И следно, это справедливо и для максимумов, да? Тут я могу кси ставить, это все равно. Понимаете, что это вот для этой разности. Там U1, минус U2, переменная любая на этом промежутке. Нет, вот даже здесь, прошу прощения, лучше написать на этом этапе X0 плюс X, плюс X, чтобы я не перескакивал. Это правильно, безусловно, правильно, но я хочу что сделать? Показать, что я сейчас буду усиливать неравенство. Неравенство усилю. Каким образом? Здесь возьму максимум, максимум на, по X от X0 до X0 плюс H, возьму модуля Z от X. И усилю здесь, возьму максимум, ну, что я брал, сразу возьму максимум на всем промежутке. Это было правильно, но я не хочу, чтобы вы понимали, что я не перескакиваю. То есть, конечно, правильно, то, что здесь X, но чтобы вам было понятнее. Значит, это равно n на максимум по X от X0 до X0 плюс H на всем промежутке. Тоже от модуля Z от X. Ну, тем самым, вот это вот все верно еще раз. X прилежит X0 плюс H. Вот, получили такое очень простое следствие, простое следствие из, ну, нашего соотношения, которому, уравнение, которому удовлетворяет Z от X, и условия липшица. Ну, а дальше понятно, что? Понятно, видите, что здесь? Одна и та же величина меньше равна вот этой. А, здесь я... Опечатка есть, какая опечатка? Кто? Опечатка есть. Что? Опечатка есть. Нет. Другая опечатка есть. Да нет, вот... Опечатка, конечно, конечно, опечатка. Ну, вот я так здесь этим увлекся. Этим увлекся. Какую опечатку допустил? Ну, найдите сами. Ну, это же тривиальная выкладка. Я вынес это, обсуждая это, забыл одну вещь. Что забыл? Ну, я же вынес и под знака интеграла модуль, да, разности, максимум взял его на этом промежутке. А что забыл? Ну, конечно. Х минус Х ноль влево иду. Естественно, здесь тогда вот это аж вставьте. Конечно. Итак, вот такое простое соотношение. Ну, и начинаем теперь. Ну, тривиальные выкладки все. В уме мы делаем их, поэтому тут я что-то забыл. Значит, что здесь видим сразу же? Что если, первая ситуация, если НН меньше единицы, то отсюда какой вывод вы сразу делаете? Когда это вот такая величина, она меньше равна такой же величине, умноженной на величину меньше единицы. Когда это возможно? Ну, смелее. Ну, конечно. Отсюда З от Х, тождественный ноль, Х принадлежит, ну, могу не повторять, чтобы до краткости, на этом промежутке, где мы работаем. Да, понятно, ну, что иначе никак не будет. Значит, вторая ситуация. Вторая ситуация чуть хуже, но тоже не смертельная. Значит, пусть ННН больше равно единице. А здесь поступим следующим образом. Тогда мы рассмотрим промежуток, рассмотрим уравнение, уравнение для З от Х на промежутке Х0, Х0, Х0 плюс H маленькая. Ну, давайте даже, ну, пока не буду обозначение вводить. Где H выбрано? H выбрано так, что Н на H строго меньше единицы. Можно же это сделать, правильно? Сделали такой шаг. Вот двинулись вправо, ННН маленькая. ННН маленькая меньше единицы. Двинулись вправо, так что, ну, на сколько-то продвинулись по H, да? Значит, тем самым отсюда такие же рассуждения имеем, что З от Х равно нулю в торжественный ноль при Х, принадлежащем Х0, Х0 плюс H, да? А на промежутке, я для краткости введу обозначение все-таки, Х1, Х0 на остатке промежутка, да? Плюс H, Х1 равняется Х0 плюс H маленькая, да? Вот в скобочках обозначил на этом промежутке. З от Х, ну, оно удовлетворяет какому уравнению опять? Значит, там все ноль шло, да? А начинается опять З от Х, равняется интегралу от Х1 до Х. Ну, вот то, что было, Ф от Кси, Игрек 1 от Кси, Минус Ф от Кси, Игрек 2 от Кси, Закрыли Декси. Это все на остатке промежутка. Х принадлежит Х1, Х0 плюс H. Так, да, там ноль, а здесь вот такому соотношению. Понятно, что, значит, мы продвинулись. Ну, очевидно, что я могу остановиться здесь. Что вы дальше должны сделать? Дальше сделать, смотреть, что у вас будет. Вот теперь промежуток какой у вас будет промежуток? Какая его длина? Будет длина Х большое минус Х маленькая, да? Если Н, вот на эту разность, Н на H, ну, давайте, вот я запишу. Если Н на H большое минус H маленькая меньше единицы, ну, отсюда Z от Х тождественно равен 0. Если нет, ну, как при написании программ, на этом остановимся сейчас. Если нет, если нет, делаем еще один шаг. Еще один шаг. Двигаемся по шагам вправо. Очевидно, что число шагов будет конечное. Конечное число шагов, очевидно, потому что весь отрезок конечен, да? Очевидно, что число таких шагов, число шагов конечное. Ну, их можно оценить даже. Не более чего-то, я не буду этим заниматься, это тривиальная вещь. Ну, и так, и так, окончательный наш вывод. З от Х тождественный 0 на Х0, Х0 плюс H, то есть у1 от х, тождественное равно у2 от х. На этом промежутке не повторяюсь. Решение единственное. Значит, это завершает, зафиксируйте, завершает доказательство теоремы единственности. Есть вопросы, так вот, без шума, а просто так вот обозначить, что еще нужно на чем-то остановиться, что-то объяснить. Понятно. Ну, вот простой способ, очень простой способ доказательства теоремы. Теорема единственная. Но еще раз отмечу, он такой довольно универсальный и, в общем, математический такой способ. Так часто делают и в других классах задач. Ну, пожалуй, это был пункт у нас, насколько я помню, 3, да? 3, да? Ну и давайте двигаемся дальше. Перейдем еще к одному, к одной теореме. Это была теорема, значит, теорема 1, доказательство теоремы 1 завершено. Пункт 3 все-таки, да? Или 4? Напомните мне, посмотрите там, как у вас. Предыдущий пункт был какой? Второй. Значит, третий. Пункт 3. Длинное название пункта будет сейчас. Зафиксируйте это фактически. Объяснение всей теоремы. Условия теоремы. Ну, вынесена в пункт, чтобы вы понимали и узнавали эту теорему довольно легко. Значит, теорема теорема существования и единственности решения. Давайте я не буду задачи Каши полностью писать. Решение задачи 1. Это есть задачи Каши, наша, исходная, которую мы рассматриваем. В случае, в случае, когда, когда правая часть, правая часть, ну, это уравнение, значит, функция F, правая часть, непрерывно и удовлетворяет условия Лепшица, Лепшица в полосе. В полосе. Значит, дальше, в примерах, я еще эту мысль буду развивать, но я уже говорил, что теорема один. Это теорема, локальная теорема. Она дает утверждение о том, что решение существует в некоторой окрестностей начальной точке. Интегральную кривую можно выпустить и гарантированно продолжить ее на, например, вправо, ну, и тоже влево на такое же расстояние, на величину, на отрезочек, величина которого H, да, можно выпустить. Оценка дана. Значит, это довольно, в самом деле, грубая оценка, и об этом я буду говорить ниже. Теорема, о которой мы сейчас будем вести речь, это, ну, вот первая теорема, такая нелокальная теорема. Теорема, о которой я буду сейчас говорить, это нелокальная теорема, в которой фактически решение существует на всем промежутке гладкости, на всем промежутке гладкости. Может, здесь гладкость у нас, функция хорошая, в прямоугольнике во всем, а до конца мы можем и не дотянуть. Грубая оценка. Итак, теорема 2. Теорема 2. Пусть в 1, в исходной значке не переписываю, F от X, Y непрерывно и удовлетворяет условию липшица. Не буду говорить, что это полоса, потому что вверху я обозначил, но вот то, что я сейчас напишу, это полоса. Липшица при X прилежащем вправо будем только смотреть продолжение решения, но также можно влево. X0 плюс А, это вся область гладкости, Y принадлежит R, полоса, да? Ну, такая вот здесь обычная полоса. В многомерном случае это, ну, будет такая многомерная полоса, условное название, это более сложный объект. Здесь обычная полоса. Тогда решение, значит, это условие более жесткое, чем то, что было в тюрьме 1. Понятно, да? Сейчас мы где-то еще будем об этом говорить. Это очень важно понимать. Тогда решение 1 существует и единственно при X X прилежащем X0 X0 плюс А до конца дотягивается от левой точки до конца промежутка гладкости по X дотягивается решение. Вот результат. Он отличается тем самым от того, но доказательства его вот вы должны обязательно уметь сделать, но я буду, не буду проводить его полностью, я ограничусь лишь комментариями. Но это доказательство важно и с методологической точки зрения. сейчас я объясню, какие комментарии. Комментарии будут относиться только к тому, как отличается доказательство. Значит, ну вот первая фраза, зафиксируйте ее. Доказательство практически дословно повторяет доказательство теоремы 1. Значит, что было там в теореме 1? Из-за чего получилась такая оценка, что мы не можем дойти до правой граничной точки, потому что мы могли покинуть область гладкости через либо верхнюю крышечку прямоугольника, верхнюю границу, либо через нижнюю, покинуть, и все, мы ничего там не знаем. Здесь некуда решению уйти, не может оно никуда покинуть область гладкости, поэтому все итерации можно проводить. Теперь остановлюсь на отличиях, на отличиях, скажу, что вы должны уметь. Вы так, когда будете, например, отчитываться за приобретенные знания, вы должны в эту теорему полностью воспроизвести, а я ее сейчас очень коротко воспроизведу. Итак, основные отличия. Значит, в качестве Y 0 от X нулевой итерации, нулевой итерации, ну, помните, что у нас была итерационная схема, когда мы в правую часть подставляли известную функцию и получали решение для первой итерации, а потом первую в правую часть, и так была утройная итерационная схема. Как мы выбирали Y 0 от X в теореме 1? Как мы выбирали Y 0 в теореме 1? Кто напомнит мне? Ну, не только найти, но вы должны уже ощущать. Y 0 выбиралась произвольная функция, лежащая в нашем прямоугольнике, непрерывная функция, лежащая в нашем прямоугольнике. А здесь в качестве Y 0 от X выбирается произвольная непрерывная на X 0 X 0 плюс А функция. Выбираем. Тогда отсюда что получаем? Воспроизводить вам итерационную схему или нет? Ну, есть она у вас, та итерационная схема, значит, там какое уравнение? DY1 по DX равняется F от X Y 0 от X, да? Тогда отсюда мы получаем Y 1 от X непрерывная на, ну, на этом же отрезке X 0 плюс А функция. Более того, она не только непрерывная, она непрерывно дифференцированная, но нам важно вот это свойство. А в скобочках так же, как и все, так же, как и все, как и все Y итер от X и пробегает, ну, как последовательность это строим, мне здесь тоже не уточняю, так сказать, не буду, так сказать, индексы выписывать, понятен. Тогда к чему, к каким изменениям это приводит? Как вы ощущаете? Ну, даже гляньте на ту теорему, можете посмотреть, вернуться, посмотреть, каким изменением приведет доказательство. Мы пока все движемся, абсолютно повторяя. Лема 1 об эквивалентности. Лема 2 о чем? О равномерной сходимости функциональной последовательности, да? Ну, и затем говорим, сходится к непрерывной функции, получаем, что это решение интегрального уравнения. Значит, ну, какие чувствуете, какие изменения произведут? Тогда, ну, давайте я только это выпишу, но вы задумайтесь, это самостоятельная работа, причем важное будете это делать. Тогда при доказательстве лемы 2, когда мы исследуем сходимость функциональной последовательности, какое изменение произойдет? коэффициент 2b, который появился, а из-за чего 2b появился? Из-за чего появился 2b? 2b – это коэффициент 2b в оценках для члена нашего... Что? Потому что она в прямоугольнике, и у1 в прямоугольнике, это как раз разность у1 минус у0, да? Тогда вместо 2b появится ну, например, обозначим его l. l равное максимуму модуля y1 от x минус y2 от x x принадлежит x0 x0 плюс a на этом промежутке, да? Максимум достигается, потому что каждая из них непрерывная функция, правильно? Вот маленькое изменение. И второе вместо это все в лиме 2, остальное все тривиально. А вместо через запятую а вместо что там еще заменится? Как вы ощущаете? кто сейчас смотрит на доказательства предыдущей теоремы? Там длина промежутка выскакивала, да? h выскакивала, да? А здесь что? А вместо ну если просто мы собирали nh степени n-1, а вместо nh появится n-a в наших оценках. Ну давайте n-h это нолик это не сюда n-h n-a значит доказательства полные при подготовке если вы знаете ту теорему это вы воспроизведете но еще раз отчитываясь вы не должны сказать что будет похоже на то доказательство ну конечно если вы уже скажете ну может кто-то тройку там хочет получить как-то так и знания свои так больше ничего не знают то тоже ничего хотя понимает схему а так вот нужно пояснить что по схеме той же и выколотки повторить ну это аналог полный аналог той теоремы но это важно смотрите что здесь уже результат не локален мы проходим всю область гладкости от левой точки до конца области гладкости и этот результат будет у меня важен с методологической точки зрения при доказательстве в следующем параграфе это будет обязательно применяться так что это важный результат отметьте себе эта теорема является важным результатом используемым при доказательстве других теорем есть ну теперь возможно вот что еще сделаем ну давайте на этой на этой части доски и сейчас я ну или перейду сейчас туда готовимся перейти туда иначе это будет замедлять итак значит пункт следующий пункт это пункт пункт 4 замечания и примеры вот чем я сейчас займусь замечания и примеры какие-то вам поясняющие ну как можно с этой теоремой работать итак замечания и примеры первое значит это пункт 4 да замечания и примеры не пишу ну и пример 1 пример 1 всегда приводится очень любопытный пример в разных классах появляется как тривиальный но важный пример 1 пример 1 рассматривается такое уравнение d y по dx равняется 2 корня 2 корня из берется модуль y ну если мы хотим прямо в таком можно y брать но тогда при y больше нуля это рассматривать больше равно нуля и ставится дополнительное условие задачи каши x y при x равном нулю поставим да тут можно и по другому y от нуля равняется нулю нулю значит здесь очевидным образом можно делать по-разному угадывается два решения угадывается два решения задача каши вот с таким условием тут можно еще миллион таких примеров привести я привожу один из простейших но важных примеров есть 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 у 1 от x ну какое угадывайте сразу тривиальное первое даже думать не надо 0 y1 от x равно нулю y2 от x y2 от x y2 от x ну угадайте еще так сказать напрягитесь чуть-чуть ну конечно x квадрат вправо если хотим вправо да y ну x квадрат например да значит есть два решения да решение есть но не единственное значит нарушается какое-то условие единственности теорема единственности в этом примере фиксируем важный пример нарушается условие теорема единственности какое условие какое условие липшица значит первый вариант доказательства этого факта трииальный тгов mai тривиальный способ доказательства этого факта условие липшица нарушается почему Почему? Тривиальные доказательства. Ну, это правильно. Это еще надо посмотреть. Конечно, в основе лежит этот факт. А тривиальный способ доказательства какой? От противного. Предположим, условие липшица выполнялось бы. Тогда бы задача имела, как мы сейчас только доказали, единственное решение. А правая часть непрерывная, значит, обязательно должно нарушаться. Значит, первое. Ну, так можете себе зафиксировать такой простой способ. Значит, условие липшица нарушается, так как решение не единственное. А правая часть непрерывна в любом, ну, в некотором там прямоугольнике, в котором может быть выделен вокруг точки 0,0, да? А второе упражнение сделайте. Ну, поупражняйте, сделайте сами. Докажите второе упражнение. Доказать на основании определения, что условие липшица не выполняется. Ну, написать условие липшица для этой функции, показать, что оно не выполняется. Потому что, ну, ведь не всегда вы угадываете решение. Иногда идете по-другому. Вы смотрите, не выполняется, но ведь может оказаться так, что решение все равно единственное. Даже в случае невыполнения условия липшица в окрестности начальной точки. Так что это не обязательно. Значит, ну, здесь вот пример. Дальше продолжите замечание к примеру. Можно доказать, вообще говоря, можно доказать, что для существования решения достаточно лишь условия непрерывности, первого условия теоремы 1. Ну, вот прямоугольники там, которые мы выделяли, прямоугольники D. Но единственности в этом случае может и не быть. Ну, такая теорема, вообще говоря, есть теорема существования, которая не использует условия липшица, доказывает существование. Ну, единственности, конечно, это там не следует. Вообще могут быть, в общем случае, несколько решений. Значит, такая теорема называется теоремой Пиана, в самом деле. Ну, так ее называют, теоремой Пиана. Это первый момент. Второй момент. Ну, давайте сделаем замечание. Это пример, теперь замечание. Замечание. Замечание стоит в том, ну, смотрите. Вот мы с вами вышли из точки х0, у0, протянули интегральную кривую по х до точки х0 плюс h, дотянулись, да? И все, наша теорема перестала работать. Значит, в принципе, задача Акаши, ее такой важной, характеристикой является то, что решение может быть, вообще говоря, продолжено. Насколько это, это еще вопрос, насколько можно. Значит, замечание оформляем, замечание 1 так. Решение, задача 1, может быть продолжено, ну, можно влево и вправо тянуть. Я буду говорить вправо, как я обещал вам, продолжено. Например, вправо, например, вправо, за х1, у1, где х1 равняется х0 плюс h большое, это куда мы дотянули, у1 равняется у от х1, но дотянули. Это неконструктивный способ, это рассуждение. Если в окрестности вот этой точки х1, у1 выполнены условия теоремы 1. Дотянули, посмотрели в этой точке, ну, иногда теоретически важно. Практически это мало имеет пользы, вот этот факт, возможности продолжения, хотя это целая наука. А теоретически это может быть важно. Значит, продолжение, а вот фиксируйте дальше. Продолжение не всегда возможно, даже если f от x, y бесконечно дифференцируемая функция. Ну, вот я еще 2 минуты использую. Начну этот пример, его немножечко потрачу время, не обсуждая после перерыва, поэтому сам пример нужно будет оставить. Пример 2. Тоже очень любопытный и породивший целую теорию, теорию разрушения решений. Ну, в сложных задачах, но здесь он как бы родоначальник в некотором смысле. Пример такой, пример 2 звучит так. dy по dx равняется y квадрат. Я строчку пишу, дополнительные условия. Ну, пусть будет y от 1, можно разные условия брать, удобные я возьму так. y от, в точке 1 задам, равно 1. Значит, точное решение, точное решение. Ну, методом разделения переменных получаемое. Точное решение. Вот, получили решение. Это единица y от x равняется минус, минус единица на x минус 2. не продолжается, не продолжается за x равное 2. Промежутство существования лишь единиц. Да? Право. Об этом примере буду говорить после перерыва, поэтому его оставьте. Значит, старосты, выполняйте свои функции в перерыве. Отдыхаем 5 минут. Ну, вот, здесь мы вполне видим, что непродолжаемое решение за точку, ну, до x даже равное 2. Не продолжается, потому что есть вертикальная асимптота, да? Все. Вот такое поведение решения, значит, называется разрушением решения. Вот, решение начальной задачи существует при x, ну, вот вправо, если двигаться, при x, меньших 2, и в окрестности точки x, равная 2, уходит на бесконечность, здесь на плюс бесконечность, да? На плюс бесконечность. Вот такой эффект называется эффектом разрешения решений, ну, по-английски blow-up. Это очень популярная современная тематика для уравнений в частных производных, потому что много приложений различных. Ну, в связи с чем? Ну, потому что, ну, это вот разрушение какого-нибудь объекта. Если моделируется что-то при каких-то, в каких-то окрестностях каких-то точек поведения во времени решений, либо пространстве происходит разрушение, ну, например, чего-нибудь там реактор взрывается, и так далее, и так далее. То есть много есть таких задач, я сейчас не имею возможности об этом говорить, хотя это очень интересная тематика. Значит, вот эффект разрушения решений. Теперь вот что мы здесь с вами продемонстрируем. Продемонстрируем возможности оценить промежуток существования решения с помощью теоремы существования единственности. Оценим. Вот это нужно уметь делать. Это нужно уметь делать вам. Как в тестах, на семинарах, так и на экзаменах. Значит, уметь оценить промежуток существования. Оценим. Это оценка. Вот мы сейчас увидим, что теорема локальная. Она не даст даже полного промежутка существования. Оценим промежуток существования решения с помощью теоремы, сокращаю, теорема один. Теорема один. Ну, значит, как теорему один мы должны применять? Ну, в окрестность, окружить точечку x0, y0, в данном случае 1, 1, прямоугольником, который не дан. Значит, если прямоугольник почему-то задан, и требования такие, вот для этого прямоугольник, используя этот прямоугольник, получить оценку, ну, это почти тривиально. Найти нужно, что там, b заданное, m найти, и все, да? b на m сравнить с a, и задача решена. Поэтому такой задачи даже говорить не буду. Здесь чуть-чуть сложнее задача, потому что это не заданное. Значит, нужно выбирать. Значит, выбираем прямоугольник. Поскольку правая часть не зависит от x, я у себя упростил задачу. Правая часть не зависит от x, поэтому, конечно, не важно, какие размеры его по a будут, а важны размеры по b. Итак, вы, не рисую даже, выбираем прямоугольник. Ну, там, понимаете, d, не пишу. Значит, находим m. m – это максимальное значение в этом прямоугольнике. Где оно достигается? Какие бы его размеры ни были по x, это неважно. Где достигается? На верхней крышке прямоугольника. На верхней границе. И будет m равно чему? Ребята, может, читайте, заставьте себе немножко, так, чтобы вы могли не только калькулятор, этот вот там, ваш этот вот что-нибудь, компьютер, нажать и получить, что единица, а там нет такого ответа, если… Вот не решить, а такую задачу с помощью электронной вытеснительной машины не решить, с помощью компьютера. Ну, значит, чему максимум равен? Эта задача решается с помощью, в уме решается, поэтому, ну, давайте все-таки ответ. Ну, что вы, куличайтесь, ну, мне же как-то совсем тоскливо будет, если вы… Вот это не может, это что же я вам такие сложные вещи рассказываю? Там, а, может, тогда перейти? Значит, ну, что такое? Ну, громче кто-нибудь, обозначи. m равно… На верхних… Ну, b-то можем увеличить, увеличить, брать сколько угодно, этот прямоугольник. Увеличиваем b. В зависимости от b… Нет, ну, бесконечности как? Если прямоугольник выбран, уже все. Я сейчас сказал, на верхней границе. А верхняя граница, это как там? Там же будет… y минус 1 меньше равно b. Значит, на верхней границе уравнение какое? y равно b плюс 1 квадрат, значит, m равно… Ну, ребят, что такое? Единица плюс b в квадрате, да? Единица плюс b в квадрате. Так это или нет? Ну, тогда, если мы хотим все-таки оценку, ну, как можно лучше получить с помощью теоремы существования единства, что мы должны сделать? Ну, дальше написать h, это вообще, я говорю, зависящее от выбора нашего, в данном случае, прямоугольника, и только тем самым от величины b зависит, потому что h равно… это b на m, b на единица плюс b в квадрате. Вот, h зависит от выбора b. Ну, теперь мы хотим как можно лучшую оценку получить, как можно дальше продлить решение, например, ну, вправо-влево здесь это все равно. Значит, дальше ищем h максимальное, максимальное. Значит, что нужно? Я не буду заниматься, как экстремму функцию вы ищете, да? И показывать, что это максимум. Найдите производную, применяйте нулю, h по b, применяйте нулю, и оказывается, что b равно единице. h максимальное, b для максимального h равно единице. Ну, значит, я это пропускаю, продефиненцируйте, сами можете убедиться. Ну и тогда h, h равно, h равно, ну, единица, плюс 1 вторая, 1 четвертая. Итак, это все, что мы смогли выжить из нашей теоремы существования единственности. Вот я подчеркиваю этим примером, что теорема локальная, и, конечно, дает достаточно грубую оценку промежутка существования. Смотрите, вправо мы могли бы на единицу пройти, да? Вправо, да, h равно 2. А мы всего можем на 1 четвертую. А влево, насколько мы могли бы пройти? Значит, вправо мы можем выпустить интегральную кривую, влево выпустить интегральную кривую. Насколько мы влево можем пройти? Насколько продолжить решение влево? С помощью этой теоремы тоже на 1 четвертую никуда больше не продвинемся. А в самом деле решение-то вон выписано перед вами. Не ограничено, да? До бесконечности влево можно продолжать это решение. До бесконечности. Вот вы видите, насколько грубую оценку дает теорема существования единственности. Поэтому нужно понимать ее роль и место, собственно, да? Что можно с нее получить, что нельзя, и как ее можно использовать. Значит, понятно это. Ну, давайте в виде упражнения дома, чтобы не забыть прием, о том, который мы обсуждали, давайте упражнения из обязательных упражнений. Упражнение 1, ну, кто я не номерую, который я просил, возьмем такое упражнение. dy по dx равное y в кубе, ну, и какой-то промежуток тоже возьмем. y от единицы равно единице. Хотя, может быть, и произвольно y с ноликом можно взять. Вот это дома сделайте самостоятельно. Самостоятельно. А здесь так же будет решаться проблема, как мы ее решали, и оценку вы получите. С одной стороны, вы можете проинтегрировать точно. Задача чем? Проста. Ну, что можно сравнить. Я легко ее модернизирую, так, что вы не разделите переменные, ничего не получите. А оценку вы же не будете получать. А здесь, конечно, это получается точно. Итак, ну, пожалуй, я на этом закончу, но еще раз очень внимательно отнеситесь к этому разделу курса лекции. один из важнейших, чтобы вы понимали. И дальше что-то были, какие-то связи и ну, следствие в разных разделах. Все это было у нас, насколько я помню, параграф 2, да? Где-то я. Параграф 2 мы закончили, да, с вами? Двигаемся дальше. Тоже важный, интересный и, в принципе, непростой раздел, который тоже нужно хорошо освоить. Ну, это достаточно современный раздел математики, читаемый на простом материале. А в самом деле, это, конечно, раздел из серьезных разделов дифференциальных уравнений приходит. а вы получаете знакомство с этим разделом на том, что вы сейчас изучаете, на базе того материала, который изучаете. Итак, параграф 3, параграф 3 называем так его теоремы теоремы сравнения метод дифференциальных неравенств. Дифференциальных неравенств. Как я сказал, один из важнейших разделов, современных разделов математики, ну, читаемый в таком простом виде, и поэтому я начинаю с того, с тех теорем, которые фактически положили основу его. Они простые, в каком смысле, даже примитивные теоремы, но содержали настолько сильные идеи, которые потом сыграли важную роль. И первый пункт, и вообще это будут так называемые теоремы Чеплыгина. Чеплыгин, ну, выдающийся русский математик начала века. Эти результаты, например, 20-х годов опубликованы в его простых работах. Он механик даже больше, Чеплыгин, чем математик. Ну, там уже все дифференциальные описывалось, поэтому там результаты таки любопытные. оказалось сильным таким потенциалом их развития и обобщения. Значит, первый пункт, первый пункт звучит так. теорема Чеплыгина о дифференциальных неравенствах, о дифференциальных неравенствах. Она известна как теорема сравнения. Теорема сравнения. Но сейчас теорема Чеплыгина называемая теоремой сравнения. теорема сравнения. Теорема сравнения. Ну, я перехожу прямо к той версии теоремы, как она может быть обобщена, я скажу потом два слова. Даже на этом уровне может быть обобщена и весьма полезна. Но я все-таки скажу о самой простой версии теоремы Чеплыгина, ту, которую вы должны знать, и, собственно, ту, которую подложил сам Чеплыгин в свое время. Теорема сравнения. Это будет у нас давайте в этом параграфе теорема 1. Новая нумерация. Там теоремы 2 и здесь будут две теоремы Чеплыгина. Теорема 1. Теорема 1. Значит, пусть есть нелокальный результат. Сейчас еще подчеркну этот факт. Пусть существует решение задачи Каши. Каши. Решение задачи Каши. Y равное Y от T. Вот такой задачи. D Y по DT равняется F от T Y как я говорил, нелокальная постановка задачи предполагает задание промежутка рассмотрения. Ну, что естественно, вообще, если вы хотите использовать дифференциальное уравнение в качестве математической модели. T принадлежит T промежутку 0 T большое. T большое, я говорю, как задача ставится, нелокальная тоже. И пусть Y от 0 будем идти, я сказал, начальная точка 0, это не важно, все равно можно перенормировать. Y от 0 равняется Y с 0. решение существует, и верхняя верхняя функция в терминологии Чеплыгина верхняя функция Z от T ну, давайте по Чеплыгину, так, название Чеплыгина, в терминологии Чеплыгина, по Чеплыгину. Такая, значит, верхняя функция, она удовлетворяет уже дифференциальному неравенству. D верхняя, да, D Z по DT больше F от T это конкретная функция, значит, значит, которую вы можете подставить в уравнение, продифференцировать, то есть действия выполнить, которыми предписывается уравнение Z от T это на том же промежутке, 0 меньше T меньше равняется T большое и Z от 0 больше Z с 0 больше Z с 0 вот есть решение точное на промежутке заданном есть есть верхняя функция по чип-плейгину ну тогда ну это свойство фактически дифференциального оператора довольно простого и легко устанавливаемого но в то время это как-то вызвало интерес а потом очень развилось значит, тогда что? тогда вот оказывается, что Z от T строго больше Y от T на 0 меньше равно T меньше равно T большое что? да Z 0 нехорошо прошу прощения это я разогнал спасибо Y 0 то же самое условие то же условие ну в принципе конечно Z 0 может быть больше Y с 0 ликом взять ну лучше в таком виде это спасибо это обратили внимание значит тогда вот в чем в чем результат Чеплыгина они структурированы решение и эта верхняя функция вот таким образом упорядочены доказательства ну вот я тут можно разные доказательства приводить привожу доказательства фактически Чеплыгина этой теоремы потом скажу что может быть вы посмотрите сами итак доказательства довольно простое основано ну на использовании данных теоремы значит что мы имеем при т равном нулю значит давайте так что я подчеркиваю вот это неравенство мы что мы доказываем вот это доказываем да что за это t больше Y t неравенство неравенство не пишу что вот это до краткости выполняется при т равном нулю ну по условию просто да теперь пусть пусть это неравенство нарушается первый раз нарушается нарушается первый раз вот выполнилось потом шли шли вот первая точка когда нарушилась первый раз 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 при t равном t1 ну что мы в этой точке имеем значит сейчас я напишу это поясняю значит смотрите решение идет снизу подходит и в какой-то точке что должно нарушиться они стали равны да значит в этой точке подходит решение снизу это функция непрерывная каждая из них кстати функция какая непрерывно дифференцируем потому что я сказал что здесь все операции выполняются которые мы там сделали значит что в этой точке будет с производными вот dz по dt и dy по dt и dy по dt как будут соотноситься значит y идет снизу подходит что ну y там y меньше в начальный момент идет подходит какие знаки там неравенства производных должно быть ну очевидны же что ну y растет и здесь достигает значит что должно быть должно быть dz по dt в точке t1 должно быть меньше равно да меньше равно dy по dt в точке t1 в этой точке да но dy по dt в точке t1 равно чему это равно вот это равно это меньше равно а вот это сейчас пишу равно чему оно равно f f от t y от t1 ну поскольку они в этой точке как раз совпали я могу написать что это равно равно f от t1 да здесь t запятая t1 вот так лучше поставить запятая t1 в этой все точке f от t1 z от t1 да и что мы имеем что мы имеем что к чему мы пришли не выполняется дифференциальная неравенство теоремы ну что мы имеем d z по dt в точке t1 в точке t1 меньше равно f от t1 z от t1 да не выполняется ну или нарушается условия теоремы 1 ну собственно то что мы накладываем всем понятно это или нужно что-то объяснить здесь вот тривиальное доказательство что же будет когда там не строгие неравенства я скажу ниже там все сложнее и поэтому я предложу там вам подумать самим а потом может быть подскажу как это делать просто ну вот это вариант теплыгина значит теорема не выполняется значит такого быть не может тем самым да наше предположение о том что y от t в какой-то точке достигнет z от t нарушив неравенство приводит к противоречию значит теорема 1 чеплыгина доказана теперь переходим переходим к второй теореме чеплыгина теорема чеплыгина давайте она конечно полезна безусловно теорема но она еще полезна тем что с помощью нее мы сейчас будем доказывать теорему вторую более важную и более сложную а так так она конечно она тривиальная совсем теорема пункт 2 значит теорема вторая теорема чеплыгина теорема чеплыгина фактически этот вопрос вы должны знать вот что о чем речь теорема чеплыгина о существовании и единственности решения задачи задачи каши задачи каши задачи каши задачи каши итак опять вернемся к нашей задаче d y по d t d y по d t равняется f от t y 0 меньше t меньше равно t большое y от нуля равняется y с ноликом и это наша задача вот присваиваем в этом параграфе есть номер 1 номер 1 в этом параграфе буду говорить теперь на современном языке на более современном языке чеплыгин называл вот функцию z t называл верхней функцией аналогично можно было определить нижнюю функцию да ну точности так же неравенство поменяв в современной литературе вот подобные функции называются верхним и нижним решением вот какие носят названия они значит носят названия ну вот поэтому начнем с определения определение определение использую принятые в современной литературе обозначения значит функция функция бета от t из класса c1 на 0 t большое пересечении с c на всем промежутке 0 t ну это позволяет делать все операции которые предписываются задачей да в данном случае ну в этом классе есть решение как я говорил же вам это фактически классическое решение из этого класса значит что это позволяет задачу подставлять называется называется верхним верхним давайте определение все-таки 1 может быть сейчас еще там мы одно сделаем определение верхним решением задача 1 если аналогично определению чеплыгина но просто называют верхним решением современный язык если выполнены следующие неравенства неравенства ну значит d бета по dt больше f от t бета от t на промежутке рассмотрения 0 меньше t меньше равно t большое и бета от нуля больше y с ноликом а дальше фиксируйте продолжение этого определения я его не пишу на доске сейчас беру работать на правую доску или для вас это левая для меня правая итак функция альфа от t из того же класса гладкости называется нижним решением функция альфа от t из того же класса гладкости не будем теперь переписывать называется нижним решением если для нее выполнены соответствующие неравенства с противоположными знаками да понятно поменяли знаки понятно что такое соответствующие неравенства с противоположными знаками вот если нижнее решение здесь альфа альфа вот бета это всегда будет верхнее решение в моих обозначениях альфа нижнее запомните значит для нижнего разворачиваем эти знаки. И вот определение. Значит, это определение. Теперь, ну вот здесь, чтобы закончить, и перейду с этим, с этим определением, я сделаю замечание, замечание, ну, которое некие свойства альфа и в этом вынесу замечание, которое доказывается довольно просто. Замечание. Из определения, определения 1, определение 1, следует, следует, что альфа от Т строго меньше бета от Т, ноль меньше равно Т, меньше равно Т большое. Этот факт доказывается в точности так же, как теорема 1. В точности так же. Этот факт доказывается в точности так же, как теорема 1. Ну, например. Вот в простой такой ситуации можно и по-другому это делать. И переходим. Ну, это важное следствие, которое сейчас я использую. Переходим теперь к следующему пункту, ну, не пункту, а фактически к теореме. Определение мы дали, вот это важное свойство вывели и переходим работать на свободную доску. Будет теорема 2, теорема существования единственности. Теорема 2. Теорема 2. Теорема существования единственности, не говорю, что решения, а решения идет речь, это для краткости. Ну, я как бы сказал, сейчас жагун, но допустимый. И единственности решения, ну, это вторая теорема Чеплыгина. Я через запятую пишу. Не Чеплыгина, существование Чеплыгина доказано без нас. Чеплыгина. Теорема Чеплыгина. Хотя это, конечно, уже как бы следствие из теоремы Чеплыгина. Ну, сложно от него. Ему, в самом деле, принадлежала эта простенькая теорема. А дальше использовали ее для более продвинутых результатов. То есть, смотрите, ну, что дает та теорема? Тоже очень интересный результат. Есть нижнее решение, например, либо верхнее. Есть решение, и решение должно быть. Тогда есть сравнение между функцией сравнения, это либо верхним, либо нижним решением, и самим решением. Здесь теорема уже, так сказать, другого уровня. Она дает возможность установить существование единственности решения. Звучит эта теорема так. Так, пусть существует нижнее решение, кратко пишу nr, альфа от t, определение было дано от нас справа, от меня, от вас от меня теперь справа, альфа от t. И верхнее решение, бета от t, смотри, определение 1. Определены они. Пусть, а теперь условия гладкости. Пусть f от t, y непрерывно и удовлетворяет условию липшица. Мы его уже неоднократно выписывали, использовали, я его не буду повторять для краткости. Только напишу, в условии включу, с постоянной n, с постоянной n большое, с постоянной n большое. В какой области? А в области здесь криволинейная трапеция, вот отличается от того, что мы до сих пор использовали. При y1, y2, принадлежащим, ну или даже не буду писать, ну или пусть будет, вот этот условие лепшится, пусть будет так, принадлежащим промежутку какому? По вот такому пружутку. Альфа от t, бета от t. Упорядоченной левой и правой границы я установил замечание, и сказал, что это очень просто доказывается. Альфа от t, ноль меньше равно t, меньше равно t большое. Итак, фактически условия теоремы, как бы аналог условий теоремы 1 выполняются теперь не в каком-то прямоугольнике, а вот в такой криволении трапеции, области, вырезанной с помощью верхнего и нижнего решений на плоскости, да, на плоскости t, y, да, вырезана область, в этой области. Ну, а тогда, тогда результат вот такой. Тогда решение задачи 1 существует и единственно нелокальный результат единственно на отрезке ноль t большое. Ноль t большое. Значит, смотрите, здесь совсем другой уровень результата. если мы смогли либо угадать, а есть классные задачи, где развиты это серьезная наука современная, где развиты методы построения верхних и нижних решений. Если это вы смогли сделать, то тогда вы устанавливаете, установив, это ведь проще, верхние и нижние решения проще установить, найти, чем само решение. Это гораздо более простая задача. Ну, где-то мы сейчас убедимся с вами на примерах. А то тогда вы устанавливаете существование решения. Причем на том промежутке, на котором существуют верхние и нижние решения, ну и выполненные условия гладкости. Вот это уже довольно сильный результат. Это уже нетривиальный результат. Ну и теперь о доказательстве. Доказательства успеем провести. Еще по меньшим 10 минут есть. Доказательства успеем сделать. Итак, идея доказательства использует теорему 2 из предыдущего параграфа. А теорема 2 говорит о том, что если f от t и y непрерывно и удовлетворяет условия липшица в полосе, то тогда решение существует и единственное, да, на промежутке вот точки левой до конца промежутка, да, ну здесь до 0t. Значит, как она используется? Тоже такой математический прием. В очень сложных задачах он используется. Иногда там принципы итерационные используются. Иногда очень эффективен вот этот прием, о котором я говорю в простом совсем варианте. Значит, делают следующим образом. Продолжим функцию f от t y, продолжаем ее на полосу, так, чтобы она была непрерывной и удовлетворяла условия липшица в полосе. Продолжим, продолжим, f от t y на полосу, значит, вверх и вниз от нижнего верхнего решения, на полосу, сейчас уточним, так, так, чтобы она удовлетворяла удовлетворяла условию липшица и была, можно было местами пенять, было непрерывное условие липшица, ну, так я пошел, и была непрерывно в полосе, полосу не выписываю, это очевидно, какая полоса, на всю полосу продолжаем, значит, и продолжим, и рассмотрим задачу, задачу, задачу вот такую, d y по dt в правой части, будет стоять, будет стоять не функция f, а теперь функция измененная, продолженная на полосу, равняется, h от t y, 0 меньше, t меньше, равно t большое, условие тоже, y от 0 равняется y с ноликом, ну, и теперь, h от t y, это и есть продолжение, ну, значит, продолжение, очевидно, что в середине должно быть то же самое, значит, это есть f от t y, когда у нас y, когда у нас y, ну, принадлежит промежутку альфа от t, бета от t, 0 меньше, равно t, меньше, равно t большое, то есть она совпадает внутри полосы, а дальше идет продолжение, значит, это будет f от t, бета от t, продолжение может быть самым разным, ну, можете найти, там, я так, в тех лекциях, которые я писал, мы, по-моему, также оставили, продолжали линейным образом, можно и по-другому делать, сообразить, а я возьму, в общем, самым простым образом продолжу, это когда у нас, y больше, равно, бета от t, ну, и не пишу уже, но при всех t, да, по полосе дальше пошли, что, дальше она не зависит от y, дошли до границы и вверх потянули ее, зависящую только, по y нет, она постоянно, но она же непрерывна, ну, и здесь, f от t, альфа от t, y, меньше, равно, альфа от t, очевидно, h непрерывно, все про полосу говорю, так как я обещал, в полосе она должна быть, и удовлетворяет условию липшица в полосе, в полосе с постоянной, с постоянной какой? только быстрее мне немножко, уже времени 5 минут, даже 4 уже осталось, хотелось закончить, а от вас все-таки хотелось реакцию, какая будет у нее постоянно липшица в этой функции? какая? n, правильно? n, но если была бы там, например, продолжу ее так, y минус вверх, y минус бета от t, это тоже была бы непрерывная функция, 0 добавка обратилась, тогда бы постоянно какая была бы липшица вот такой функции? ну в самом деле, вот если взять 3 участка, вы посмотрите, ну размышляйте, вот я разделю, 3 участка у нас, область, полоса разделена на 3 участка, и значит, постоянная липшица общая будет максимальная, постоянная липшица в каждой из областей, это очевидно, почти, но это можете сами посчитать, а вот в верхней части, когда больше равно бета от t, чему равна постоянная липшица? В верхней части, чему равна вот при таком, вот если наша f равняется f от бета от t, выше бета от t, то чему равна постоянная липшица в этой части? В области больше, y больше равно бета от t. Не получается постоянная липшица? Посчитай. Для постоянной функции, она же от y не зависит, для постоянной функции, какая постоянная липшица? Для постоянной функции, по y. Ну, любая больше равная нуля, да? Ну, 0 тоже подойдет, но, естественно, максимальная будет n. С постоянной n, вот я объяснил это. Ну, тогда что? Тогда две минуты, чтобы меня завершить, как раз есть. Тогда решение, не возвращаю, обозначу эту задачу 2, модифицированную, 2 с правой частью h, обозначу ее через 2. Решение задачи 2, номерочек подставьте, я чтобы не гонял доску туда-обратно, экономил энергию электрическую. Решение 2 существует и единственно, единственно в силу теоремы 2, параграф у нас был, параграф 2, предыдущий параграф, параграф 2. Это когда речь идет о существовании единственности решения функции в полосе, да? Когда условия. А теперь, смотрите, при t, при t равном, на всем промежутке существует, от 0 до t большого, при t равном 0, решение y от 0 меньше, чего у нас меньше, больше, вернее, альфа от 0, меньше бета от 0. Но это по условию. В начальный момент мы попускаем интегральную кривую, и она находится между нижним и верхним решением. А дальше решение существует. И есть и верхняя, и нижняя функция. Решение не, вот это решение нашей задачи, модифицированной, не может покинуть покинуть область между, просто пишу словами, не пишу неравенства, между альфа и бета. Выпустили, а почему не может? Почему? В силу, в силу теоремы 1 Чеплыгина, да? В силу теоремы 1 Чеплыгина. А в этой области тогда, тогда в этой области мы находимся все время, тогда H тождественно равно F и решение модифицированной и основной задачи совпадают. и основной задачи совпадают. Теорема 2 доказана. Все. Все, на этом мы закончили сегодня. Есть вопросы? Нет, да? Ну, тогда закончили. Субтитры создавал DimaTorzok